Гуардиан Висп. Ио. Ио стал известен среди своих как Гуардиан Висп. Защитник духов. Все остальные духи поклялись помогать ему и могут быть вызваны на его стороне, чтобы помочь ему в сражении. Между Сентинел и Скорж, Ио борется только за то, чтобы защитить своих людей. За душу. О, летс гоу. Поехали. Хорошо. Сюда. Ну это трипл на вставочку что ли? Это на вставочку. Поехали далее. Вон оба слетаем, брат. Я сейчас там буду. Боже. Оп. Хорошо. Погнала. Тема. Оп. Есть. Пуджа похилим. Смотрите как хилится. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Аксенас. И сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы придем к разбору нашего гайда, конечно же, вот эти, ребята, спонсоры. Спасибо вам, дорогие, что поддерживаете, что двигаете мой YouTube-канал. Ребятки, не забывайте про спонсорку. Чтобы видеть контент немного раньше, знать немного больше. Достаточно просто быть подписанным по спонсорке. Подписка на этом не стоит. Много денег. Кому нужно, ребятки, заходите, смотрите. Никого не бачу. Просто говорю, что контент можно ссорить немного раньше. От души вам, ребятки, кто поддерживает. И в целом всем, кто поддерживает, ребятки. Ну и что ж. Давайте сегодня посмотрим, кто у нас здесь на гайде. Сегодня на гайде у нас Висп. Гуардиан Висп. Конечно же, очень сильный персонаж. И сегодня мы разберем его способности. Как у него работает. Тизер. Как работают у него спириты. Как работает Оверчардж. И как работает Релокейт. Очень интересный герой. Сегодня я подготовил для вас очень интересную теорию. Ребятки, не скипайте и узнайте много нового. Поехали. Итак, ребята. Первая способность на нашем персонаже весьма интересна на Виспе. Она очень специфична. И не упускайте ничего. Слушайте внимательно. Данная способность позволяет связаться с каким-то персонажем. Связью. Не важно, это крип или герой. При этом, когда вы будете находиться в связи с этим персонажем. Вы будете при пополнении своего здоровья. В случае, если у вас не будет хватать. При пополнении здоровья и при пополнении маны в этой связи вы будете также и делиться этим здоровьем и этой маной с тем персонажем, в котором вы находитесь в связи. Но на 50% больше. При этом, все те персонажи, которые будут проходить через эту связь, будут замедлены в АС и в МС. И при этом, вам еще будет даваться бонус на высокую скорость передвижения по определенной процентовке, в зависимости от уровня прокачки. Вот такая вот у нас первая способность вкратце. Очень много тут нюансов. И давайте почуть разбирать. Потом еще проведем небольшой тест с хилом мекки и, в принципе, с пополнением маны. И я думаю, вы многое поймете. Но это чуть-чуть позже, после того, как мы разберем все нюансики. Поехали. Хот-кей у нас Т. Дальность применения этой способности 1800 единиц. Когда висп вот так вот притягивается, он ломает в радиусе 350 единиц все деревья. И притягивается к персонажу, к которому хочет притянуться. К которому вы, так сказать, тянетесь. Как можно прервать тизер? Тизер прерывается либо по окончанию, а именно длительность у него 12 секунд. Либо по окончанию, либо по хот-кей Т вы также можете разорвать. Видите, вот такая вот кнопочка тут появляется. И нажав хот-кей Т, вы разрываете эту связь. Далее, что есть тут у нас еще? Висп может игнорировать все любые препятствия. Пролетать через деревья, через хайграунд, куда хочет. Как хочет, он может лететь с помощью своего тизера. И везде, так сказать, помочь своему союзнику, если он вдруг находится в какой-то беде. Это первые моменты, которые у нас тут есть. Следующий момент, который у нас есть. Ну, по сути, вы поняли, да? То, что когда в связи находится, вы, в принципе, бегаете быстрее. Это понятно. Следующий момент, это у нас вот эта потеря расстояния еще. И, как я уже сказал, либо по расстоянию можно разорвать, да? Или я не говорил уже. Просто я уже много записываю, сижу. И, возможно, я уже что-то упускаю. Связь у нас теряется. Либо по разрыванию расстояния. Тут даже есть индикатор. Смотрите, видите? Вот этот индикатор сигнализирует о том, что вы сейчас разорвете связь. А вот этот сигнализирует о том, что связь в хорошем состоянии. То есть тут даже видно вот эту разницу, да? То есть раз и, конечно же, заканчиваются действия у нас. И давайте тестить далее. Что у нас тут есть? Замедление. Замедление АС и МС. Те персонажи, которые будут заходить в это поле, вот в эту связь, можно так сказать. Они будут один раз подвергаться замедлению АС и МС. Это также можно еще сделать самому вручную. То есть, допустим, если вы там через кого-то притягиваете, то, соответственно, юнит будет у нас замедлен. Замедление АС и МС будет в зависимости от уровня прокачки. У Виспа тут все, в принципе, написано. И по чуть мы это сейчас будем уже начинать разбирать. То есть вот такое вот применение. Можно замедлить, можно притянуться, можно быстро бегать и можно будет еще захилить. Захил будем говорить чуть-чуть позже. Давайте разбирать табличечку. Вот она выезжает. И смотрите, что у нас тут есть. Дальность применения 1800. Да, огромная дальность применения. То есть вы вот так вот просто прилетаете. И хорошо. Следующий момент. Дистанция прерывания связи. 900. Как я уже показывал, вот этот индикатор у нас тут есть. И прервать мы можем по ходкею и по разрыву дистанции. Это понятно. Следующий момент. Дополнительная скорость передвижения. Когда персонажи находятся у нас в связке, они, соответственно, получают бонус к передвижению. 14, 15, 16 и 17 на ласт уровне прокачки. Замедление скорости передвижения. Замедление скорости атаки. 100%. Вот эта тема, которая у нас тут есть. Это вот это вот замедление. Вот видите, опа, тинник такой был медленный и побежал. Она у нас также тут имеется. В случае, если персонаж заходит в эту связку или если мы через них пролетаем. Далее, время определенное у нас тут есть. Давайте ознакомимся. В зависимости от уровня прокачки, время этого замедления увеличивается. 0,75, 1,25, 1,75 и 2,25 секонд слоу. Очень-очень, на самом деле, грозно. Раньше давало стан, но было намного круче. Но сейчас тоже, в принципе, неплохо. Монокост у нас 40 единиц. КДшка 12 и длительность 12. То есть в тизере можно бегать постоянно. Вот такая вот, ребятки, у нас способность тизера. Ну, я надеюсь, вкратце я объяснил. Теперь давайте, так сказать, разберем некоторые нюансики, которые у нас тут есть. Давайте посмотрим, как работает у нас тизер на БКБшного юнита. Это очень-очень важно. Смотрите, если вот так вот вы можете спокойно притянуться. Давайте и темблацк сделаем, и темб 230. И посмотрим, как это будет работать. Если вы уже состоите в связи с союзником, который будет заходить в БКБ, то связь не прервется. Но если вы ее отмените и захотите накинуть снова, вы не сможете. Это единственный такой неприятный момент с тизером. Поэтому, ребятки, не упускайте этот моментик. И не забывайте, что когда персонаж находится в БКБ, направить вы на него не можете. Также, если кто посмотрит это видео, вы будете осведомлены, что если вдруг вы когда-то ждали, что ВИСП на ваше БКБ притянется, то, к сожалению, это так не работает. Вот такая вот у нас, ребятки, тема. Следующий тестик, который я хочу провести, он касается хила на ВИСПе. И, конечно же, хила с ЦМкой. Тут я сейчас объясню на этом тестике, как у нас работает. В случае, если у нас не достает какое-то количество хп и маны, как мы восполняем здоровье и ману своим союзникам. Итак, друзья, для того, чтобы провести тестик, нам тут поможет еще немного Леончик. Он высосал ману и хп, в принципе, мы слили у ЦМочки и у ВИСПа. Сейчас я вам покажу, насколько жестко работает этот хил. Ну, плюс, конечно же, восполнение маны, как я там сказал, там, хил маны и хил хп. Забавно звучит, но ничего, ошибаются все. Погнали, смотрите, в общем, что у нас будет. Смотрите, без связки, какой у нее реген, в принципе, очень такой средненький реген. И сейчас мы дадим связку, посмотрите, как она начинает регениться. При этом, посмотрите, как у нее начало восполнять ману. Если мы заюзаем сейчас мангус, смотрите, опа, нам восполнилось, конечно, не так много, а ей очень много восполнилось, то есть ей восполнилось намного больше. И это главная отличительная тема. Смотрите, далее проводим тестик еще раз. Сейчас мы восполним хитпойнты, хитпойнты для ВИСПа под тизером ЦМочки. И давайте восполнять. Если у ЦМки сейчас 1500 хп, оп, нажали, и стало сразу 200. То есть, получается, 500, 600, 650 хп вы с мейки восполнили. То есть, все восполнилось, то, что мне восполнилось, и ей еще тоже бонусом восполнилось. При этом еще мека еще раз наложилось. И это, короче, очень много хила, ребятки. Поэтому не стоит забывать, что ВИСП очень хорошо может выхиливать союзника, при этом еще и пополнять ману. Это реально очень годная тема. Что ж, надеюсь, по этому герою, по первой способности, вы поняли, что ВИСП очень приятный в связке. Поэтому, ребятки, не избегайте ВИСПа, любите его. И, конечно же, уважайте. Погнали, следующую способность смотреть. Итак, ребятки, следующая способность на нашем персонаже – это спириты. Спириты – это ВИСПы, которые будут помогать нам в драке раздамаживать оппонентов и наносить определенное количество урона. Но тут есть специфика небольшая именно в управлении. И я буду вам стараться показывать, как нужно, в принципе, и как можно ими, этими ВИСПами управлять. Все это мы будем разбирать. Давайте посмотрим уже, что у нас будет делаться, когда мы нажмем хоткей. Хоткей W и призываются у нас ВИСПы. Призывается к 5 ВИСПов в течение 4 секунд, которые будут кружиться вокруг нашего Гуардиан ВИСПа. И появляются тут две дополнительные кнопки. Хоткей E и Хоткей D. Хоткей E позволит отдалить этих ВИСПов от нашего ВИСПа. И Хоткей D позволит принести их обратно. То есть как на E вы отдаляете, а на D вы их приближаете. При этом, если вы хотите зафиксировать где-то, в случае, если вы отдаляли или возвращали, нажмите снова этот же Хоткей. В зависимости от того, что вы хотели сделать. Либо отдалить, либо приблизить. То есть я хочу отдалить и зафиксировать тут же. Также нажимаю E. А если я хочу приблизить и зафиксировать в определенном диапазоне, то я нажму D. То есть смотрите, о чем я вообще говорю. Надеюсь, вы понимаете. Отдаляем, нажимаем E, фиксируем. Приближаем, D, нажимаем еще раз D, они тут же останавливаются. То есть если вы отдаляете, нажимаете E, они фиксируются в этом месте. Если приближаете, нажали D, потом еще раз D, чтобы зафиксировать в определенном месте. То есть есть такая приколюха, что некоторые ребята начинают просто их либо дальше, либо ближе. То есть тут по-разному можно их фокусить. То есть если вы хотите где-то их задержать в определенном диапазоне, то нажмите опять тот же ход K, в зависимости от того, возвращаете ли вы их или отдаляете. То есть, ну надеюсь, это вы поняли. Теперь, у нас тут есть несколько нюансов, которые не обозначены здесь. А именно, взрывы спиритов и, конечно же, столкновения. Взрыв спирита позволит нанести большое количество урона. То есть взрыв одного виспика нанесет большое количество урона. А в Рязани не будут позволять наносить огромное количество урона, но они будут, так сказать, в роли ДПС. А эта тема будет работать у нас на крипов, на лесных там, на крипов, на лайне или на других каких-нибудь приколюхах. Смотрите, давайте сейчас это покажем. Также потом по табличке еще разберем. Если вы будете вот так вот пытаться, так сказать, наносить урон вот здесь вот лесным крипом, то посмотрите, им это работает как какой-то ДПС. То есть у них хитпойнты не сильно, так сказать, улетают. А если вы будете атаковать образно вот на тине, я нажимаю, вот тинника начинает дамажить, да, и тогда они взрываются, тем самым уничтожаясь и нанося как можно больше урона. Вот такая вот у нас приколюха. То есть на обычных крипов это будет работать как ДПС, то есть если вы будете касаться их, но не как ДПС, а получается там определенное количество урона по табличке. Я покажу, еще раз расскажу. А на героев определенный взрыв. Вот такая вот тема. Что ж, давайте теперь разбирать приколы с виженом. И сиедиат пиопли. Пишем и давайте смотреть. Данный второй спелл у нас дает вижен в случае, если вы задеваете именно героя. Если в героя врезается этот виспик, то, конечно, он будет давать вижен. Дается вижен у нас на 4 секунды, и в течение этих 4 секунд будет видно, кого вы там зацепили в определенном радиусе. А так, если просто вы будете юзать, вот так вот он не будет вижена давать вообще никакой висп. То есть смотрите, нету вижена. И если вы врезаете этих виспов в крипов, то тоже вижена это не дает. Так что это вот такой вот небольшой вот нюансик. Давайте обратно вернем этот вижен и посмотрим далее, что у нас есть. То есть в целом тут у нас огромная, вообще огромная дистанция применения. И сейчас мы это все будем разбирать по, в принципе, по табличке. Дальность применения у нас составляет, вот смотрите, радиус появления 150, и максимальная дистанция у нас где-то 1000 получается. Потому что, посмотрите на эту дистанцию, 1000 дистанция. То есть минимальная у нас 150, это наш радиус. И максимальная это 1000 от нашего персонажа получается. И по табличке, поехали. Табличка, радиус появления 150, разобрали. Радиус столкновения 70. То есть для того, чтобы раздамажить кого-либо, при этом нанести урон, урон сплэшева в радиусе 300 единиц, вам нужно, чтобы этот виспик коснулся на расстоянии 70 какого-либо персонажа. То есть, ну вот, как мы сейчас постараемся идти, ни-ка раздамажить. Оп, зафиксировали, вот. То есть, видите, как чуть-чуть ближе, вот если берем, вот здесь вот он уже пролетает. То есть, прям нужно попасть этим шаром по шарам. Вот так вот. И будет хорошо. Следующее у нас что написано? Урон при столкновении и урон при взрыве. Это то, о чем я говорил. Урон при столкновении, это тот урон, который будет наноситься крипом. В случае, если вы просто пытаетесь подфармить. И далее, смотрите, 8, 14, 20 и 26 при столкновении. То есть, когда вы крипитесь просто, вы можете их притянуть к себе поближе, забежать в пачку крипов и раздамаживать их по 26 урона. Далее, урон при взрыве. Взрывом у нас будет считаться что? Либо окончание способности, как вы можете обратить внимание, когда способность заканчивается, виспы у нас взрываются. И сейчас я вам это покажу. Смотрите, допустим, у нас способность идет определенное количество времени, а именно 19 секунд. И по истечении этих 19 секунд у нас виспы взрываются, тем самым нанося весь урон, который у них есть. То есть, в зависимости от уровня прокачки, вот за взрыв тут на ласт уровне 100 дэмэджа. То есть, соответственно, все эти 5 виспов взорвутся и нанесут в радиусе 300 единиц по 100 дэмэджа с каждого виспа. То есть, это первый момент. Второй момент, это перебаф. То есть, как у нас получается? У нас кд-шка есть чуть-чуть пораньше. То есть, у нас 14 секунд там кд на ласт уровне. Давайте вот так вот сделаем. Перебафаем их. И вы увидите сейчас, когда вы их перебафаете, они также наносят урон. То есть, я надеюсь, вы поняли прикол, что можно будет это подобуживать. И сейчас я покажу дополнительно, как это можно сделать. Так, урон при взрыве мы разобрали. Получается 25, 50, 75 и 100 на ласт уровне. Следующий момент, длительность. О длительности мы только что говорили. 19 секунд длительность. И монокосты. 120, 130, 140 и 150 единиц маны. Теперь самое интересное. Перезарядка. 20, 18, 16 и 14. 14 секунд перезарядки. Длительность 19. И давайте посмотрим, что у нас будет происходить. Если вы вот так вот заходите, у вас создаются виспы. Длительность 19 секунд и перезарядка 14. Поехали смотреть. Абузы. Абузы на виспе. У вас уже почти откатится спелл. Вы либо забегаете, либо делаете какие-то свои дела и нажимаете снова хоткей. Виспы сразу же взрываются в этом радиусе и мгновенно наносят огромное количество урона. Да, это так и работает. Либо по окончании они сами взрываются, либо по перебавку. То есть вот такая вот у нас тема. Их нельзя развеять. Их можно только разрушить. То есть они разрушаются только, когда либо кого-то взрываются, либо когда просто заканчиваются. Так что, ребятки, вот такая вот у нас приколюха. Очень интересная, если честно, способность и требует определенного контроля, чтобы понимать, как это все работает. Реально очень-очень сильная способность, ребятки. И на лайне она просто выгоняет любого оппонента, при этом просто не давая ему жить и вообще никаких не дает ему плюшек. То есть вот взрывается просто и наносит очень много урона. Либо сами как-то подкондорите и поврезаете. В совокупности на ласт уровне, как вы уже поняли, можно нанести 500 урона без учета резистов. Вот такая вот у нас, ребятки, тема. Что ж, надеюсь, вы поняли. Теперь, магический урон это у нас. И на БКБшных юнитов, соответственно, оно работать не будет. Но давайте проверим, будет ли врезаться в БКБшного юнита. В БКБшного юнита не врезается. И это очень хорошо, что позволит вам спокойно подконтривать этими виспами и реально раздамаживать. Если честно, нужно будет немного приловчаться для того, чтобы попадать этими виспами. Образно, если персонаж будет бегать влево-вправо, то есть тут уже будет немного проблематично попадать. И нужно будет уже хоть кеми, дэй или е там играться. То есть, допустим, я даже не всегда успеваю как бы правильно расконтривать. И в целом, на самом деле, ну, это целое искусство управлять этими виспами. И для того, чтобы внести как можно больше импакта, нужно будет немного поднапрячься. Следующий какой момент у нас тут есть? Минус и темп. Давайте пропишем. Манта. Как эта тема будет работать на манту? Сейчас мы это посмотрим. Допустим, вот стоят у нас тут иллюзии. Кто у нас иллюзия? Кто настоящий? Смотрите. Иллюзии не взрывают этих виспов. Соответственно, вы можете пропалить сразу, где настоящий, а где у нас иллюзия. На иллюзию будут работать только именно вот эти вот столкновения, но не взрывы. И это очень классно. Это позволит вам обнаружить того же Фантом Лансера. Как правило, Фантом Лансер стоит в большой куче. И если он там стоит внутри, то взрывая виспов, вы будете раздамаживать еще и иллюзии. И тем самым вообще максимально выдать эти Фантомы. То есть это вот такая вот прикольная фишка. Так что все. Ребятки, надеюсь, вы поняли по второму спеллу, что он очень-очень жесткий. И как он работает. И как его можно обузить. Все. Поехали на третью способность. Следующая способность, друзья, на нашем персонаже, это Оверчардж. Оверчардж это способность, которая позволяет повысить скорость атаки и повысить сопротивление ко всем уронам на определенное, конечно, количество процентов, в зависимости от уровня прокачки. При этом, если вы будете находиться в тизере с кем-то, то вы также повысите ему скорость атаки и, конечно же, повысите сопротивление ко всем уронам. Но, опять-таки, на определенное количество процентов. Единственный нюанс, который у нас тут есть, это то, что Висп каждую секунду будет терять 4,5% хитпоинтов от максимального запаса и монопоинтов от максимального запаса. И это очень-очень плачевно, что Висп, так сказать, жертвуя своими хитпоинтами, жертвуя своей маной, позволяет увеличить сопротивление для своего союзника и дать скорость атаки. Вот такая вот жесткая способность. Хотки у нас Вик, прокачали мы эту способность, как я уже говорил, нажимаем и появляется вот такой вот эффект. При этом этот эффект также в тизере будет виден, что есть тут какое-то сопротивление. И смотрите, как у нас убегает мана и хп. При этом мана и хп не убегает у нашего союзника. Самое кайфовое, что это сделано для того, чтобы, как вы знаете, под тизером могут персонажи захиливаться только в том случае, если Висп себе захиливает, или если пополняет ману, только в том случае пополнять ману вот кому-либо из союзников. Именно так это и работает. Именно для этого это и сделано, чтобы Висп мог влететь в драку с фулл хп, включить себе третий и, конечно же, начать восполнять ману, восполнять хитпойнты и не заставляя себя бежать в драку, там сливать хитпойнты, а именно самому слить с помощью кнопки и, конечно же, провести, ну, сделать какое-то определенное количество импакта, ну, со своей способностью, которая жертвует здоровье. Так вот, вот так вот сказать и скажем. Окей, давайте сейчас разберем по уровням прокачки эту способность, а потом немного ее потестим. Смотрите, выезжает табличка, смотрите, что у нас тут есть, смотрим, смотрим. Потеря своего здоровья маны в секунду. Ну, слэш и маны в секунду, надеюсь, поняли. 4,5%, как я уже сказал, то есть от максимального запаса вы будете при включенном оверчарже тратить 4,5% от максимальных запасов. Далее, бонус скорости атаки в зависимости от уровня. 40, 50, 60 и 70. 70 у нас процентов скорости атаки будет, конечно же, добавляться при включенном оверчарже. Следующее снижение получаемого урона. 5, 10, 15, 20%. На 20% юнит становится крепче. И это работает при включенном оверчарже. То есть, неважно какой там урон. Чистый, магический, физический. На 20% юнит становится жестче. Ну, и перезарядка 2 секунды. Но эта перезарядка, она, в принципе, не так сильно ощутима. Потому что, как правило, вы включаете раз, походки ЭВ также выключили. И смотрите, она у вас уже, эта способность есть. То есть, нет смысла там пытаться как-то постоянно включить, выключить, включить, выключить. То есть, это особо импакта не даст. Самый импакт это, когда вы, допустим, оверчарж, влетели там в драку. Да, допустим, вам нужно слить ХП. Или, если вы хотите союзника засейвить как можно сильнее, то повысить сопротивление по своему союзнику, с которым вы в тизере. И повысить сопротивление по самому вашему персонажу, которым вы управляете. И, соответственно, внести этим импакт. Так что, ну, КДшка, в принципе, 2 секунды, но она такая, в принципе, незаметная. В общем, давайте, в принципе, по уровням прокачки, я думаю, вы поняли, ребятки. И, как бы, смысл понятен по этой способности. Я хочу сейчас потестить, насколько жестко будет эта способность у нас давать сопротивление. Допустим, вот у нас 2 юнита стоят рядом, ЦМки остаются 334 ХП. При, так сказать, выключенном оверчарже с нашим Виспиком. Теперь давайте нажмем вот так вот и проверим сейчас, сколько нанесется. 450. Как видите, сразу ощутимо, что очень много у нас, очень много у нас, так сказать, смягчилось дамаги. И сразу у нас все стало намного лучше. То есть, в драке очень жестко можно, так сказать, насолить оппонентам. Просто дать тизер и дать, конечно же, оверчарже. Сразу же количество урона будет намного меньше. Если сейчас оверчарж не включил, то сейчас я его включу. И вы заметите разницу сразу. Опа! И, как видите, блин, четко кончился тизер вообще. Сейчас подумайте, что, наверное, я обманщик и что-то не то рассказываю. Поехали, смотрим, сколько дамаги нанесет. Опа! Опять 450 ХП остается. То есть, видно, ощутимо, да? И это только 15%. Вот такая вот у нас, ребятки, способность. Третья позволяет немного лучше пользоваться Виспом. На практике я дополнительно покажу, потому что тут немного тяжело будет объяснить. Ну, то есть, как вот. Не заставлять Виспа, допустим, втанковываться, а просто включаете третьим и сливаете себе ХП, чтобы, блин, сразу же начинать там хилить и восполнять ману для своего союзника. То есть, это все очень-очень, ребятки, просто. И тут все слишком банально, чтобы это не понимать, но прям, ну, как-то ГГВП. Вот такая способность. Все, поехали на ультимейт. Теперь очень-очень важная способность у нас впереди на тесте. Итак, ребята, и крайняя способность на нашем персонаже это релокейт. Релокейт это способность, которая позволяет с каким-нибудь союзником улететь на другую часть карты, при этом глобально. То есть, мы можем юзать куда хотим. Там пробыть определенное время, а именно 12 секунд, и вернуться обратно. При этом, если вы находитесь в связи с каким-то союзником, у вас тизер обновит действие. То есть, вы сможете, так сказать, рефрешнуть свой тизер и, соответственно, быть уверенным, что тизер у вас, так сказать, не прервется в самый неподходящий момент. И, конечно же, вы там никого не оставите. Как это будет действовать, я вам сейчас покажу, как работает релокейт. Также у нас тут есть еще время применения, определенные колдауны и четко фиксированный монокос. Сейчас мы эту всю тему будем разбирать. В этом нам поможет висп-оппонент. И сейчас я примерно покажу, как это все работает. Допустим, висп тизерится у нас с тинником, и вот сюда он хочет полететь. Нажимается сюда, вот тут такой эффект. И, конечно же, видно это все по карте. Вы увидели вот здесь сигнализацию о том, что сигнализация. О том, что туда кто-то полетел. И при этом тут был такой заранее эффект. И также тут есть у нас еще вот такой вот эффектик. И возвращаются они обратненько у нас сюда вот наши оппоненты. И спокойно, так сказать, у них все хорошо. Давайте нажмем. Нажмем вот так вот тизер. Чуть-чуть подождем. И тпхнемся. И сейчас покажу другую тему. Тпшится они ведь сюда. Хорошо. Тпхнулись. И у оппонента виден отчет. Отчет. 8, 7, 6, 5. И это время, когда они обратно полетят. Время вот так вот оно также показывается. Это время видят все. Видят все. Как видите, вернулся у нас тинник обратно. При этом тизер не был сбит. Он уже был в откате, когда мы были уже вот здесь вот еще в тот момент. То есть не бойтесь, что вы как-то можете там кого-то прогулять. За это не стоит переживать. Ребятки, потому что тизер у нас откатывается во время релокейта. Следующий момент. Как вы видели, вот этот таймер, на котором я сейчас хочу заострить свое внимание. Этот таймер виден всем. И мне, и виден, и оппоненту. Так что вы спокойно можете знать, когда у нас висп сюда прилетит обратно. Обратно и вот этот полет нельзя никак отменить. То есть если вы вот так вот улетаете и вот сюда вот, то обратно вы никак не отмените его. То есть вы не сможете здесь остаться. В любом случае через 12 секунд вы прилетите обратно. Но вы можете отменить действие и оставить здесь своего союзника. И взять, допустим, какого-то другого. Образно, если вы улетаете с базой вот сюда, туда приносите какого-нибудь одного кора, забираете другого. И он потом на телепортах уходит. И висп тоже на телепортах уходит. То есть можно действовать так. Существует абуз с кункой, чтобы вернуть вот так вот виспа. Образно, разберем ситуацию. Начинается жесткая драка. Висп у нас цепляет лохэпового во время своего тизера. Нажимает релокейт, забирает своего кора, у которого лохэп оставляет его на базе. Отцепляясь. Кунка накидывает ему здесь сейчас крест. Висп должен вернуться у нас обратно в драку. Как только висп возвращается в драку, кунка его возвращает. И, конечно же, у нас висп остается на базе. То есть вот такой небольшой абузик. Вот такая приколюха, ребятки. Следующие моменты, которые у нас тут есть. Это время подготовки. В зависимости от уровня прокачки он меняется. Выезжает табличка у нас. Давайте разбирать. Анимация применения 0.53. Это не важно. Дистанция применения. Смотрите, дальность применения. Глобальная. То есть куда хотим, туда летим. Следующее. Время применения. 2.5, 2.25 и 2 секунды. Это именно то, что нам нужно, чтобы понимать, когда висп у нас улетит. То есть чем выше у нас уровень прокачки, а именно третий левел, тем меньше у нас вот эта задержка полета. Следующая. Длительность 12. Монокос. С той перезарядкой 90, 75 и 60. Очень-очень даже хорошо. Теперь самое интересное. Сколько раз помню, сколько я играл на виспе, я всегда был недоволен его ультимейтом, когда говорил, да блин, что это за баги? Почему он не телепортируется? Ну, оказывается, на самом деле есть тут прикол у виспа такой, что любой стан, микростан не даст ему закончить вот это время применения. То есть как это будет работать? Я нажимаю телепортируется и инвокер такой дает колд снап. Ой, не успел я намикрить. Конечно же, ну, как обычно. Мой микроконтроль это такая себе тема. В общем, я пытаюсь телепортнуться, у меня идет время применения и инвокер успевает дать колд снап. При этом, смотрите, действие заканчивается. И я не могу ничего сделать. То есть мой персонаж не телепортируется. Это касается любых станов. Но не касается почему-то яула. Даже вражеского яула это не касается. Вот так вот это делается и спокойно висп у нас в яуле улетает. При этом, так же и обратно, он в принципе в этом же яуле и прилетит. Я не знаю, зачем это сделано и для чего, и как это, и в принципе, и почему. Но на сайте Айкапа вообще написано, что любой торнадо может сбить спокойно телепортацию. Но, по-моему, это бред. Почему-то не сбивает. Я даже прикреплю. Смотрите, написано, если... Ой, так, если при применении Ио будет оглушен, или на него подействует сон, или ураган, то релокейт отменится. Написано. Это вот на официальном сайте. Но я это проверил, и это не работает. Допустим, Тинник станом сбивает инвокер, колд снапом сбивает. Ну, а если инвокер сделает у нас вот сюда торнадо, то торнадо он не сбивает. Висп у нас спокойно телепортируется. Очень странная тема. Интересно, а бластом можно же за счет движения механики игры немного подсбить? Сейчас мы это тоже проверим. Кстати, очень интересная тема с... Очень интересная тема с репрешем. Извините, ребятки. Сейчас мы попробуем ему не дать телепортнуться. Вот так вот. Нет, все равно телепортнулся. Смотрите. С репрешем очень интересная тема. То есть отсюда туда мы, получается, вот так вот летим. И куда мы прилетим, сейчас на самом деле непонятно. То есть, скорее всего, мы прилетим сначала в одну точку, потом прилетим в другую. Да, вот мы прилетели в одну точку, а потом прилетим в другую. То есть с репрешем это тоже очень интересно работает. То есть вы можете по карте вот так треугольничком портоваться. В целом, ребятки, я на этом думаю, стоит закончить наш обзор данного персонажа. Надеюсь, вам все тут стало понятно. Все стало на свои места. Не забывайте, что релокейт у нас сбивается станом, но не сбивается юлами и торнадами. Не забывайте, что тизер у нас делится здоровьем, дает МС. А оверчардж позволяет повысить стойкость любого персонажа. Не только виспа, но и того, с кем вы состоите в тизере. Ребятки, сегодня у нас на практике будут лютые каточки. Конечно же, в четверочке мы 100% сыграем. Сыграем секретную каточку через определенную линию. Я, конечно, спойлерить не буду, но будет очень интересно. И в принципе все, ребятки. Если у случаев какие-то остались вопросы, обязательно пишите в комментариях об этом. Я постараюсь вам ответить. Надеюсь, вам понравился этот теоретический разбор. Ну и что ж, ребятки, пожелаю всем приятного просмотра. И поехали на жесткую практику. Итак, ребята, загрузился на микрофон, забыл включить. Загрузилась у нас каточка. В общем, сейчас что, пойдем на виспе, на четверочке. Первая катка у нас четверочка будет. Сразу можно будет четвертая позиция. Ребятки, можно будет взять сразу, думаю. И смотрите, в чем наша задача. На четверке мы должны немножко подсаппортить ребятам. И, конечно же, помогать союзничкам нашим, чтобы у них все было хорошо. Помогать выфармливать, двигаться. И делать все очень-очень качественно. Что по контрпике? Сейчас, в общем, смотрите, как разделим этот гайд. Контрпики, скажем, так как я отдельный видос... Ну, не знаю, если нужно, еще отдельный видос. Я сделаю отдельный видос, как я здесь веду разборы. Далее. Что у нас боится висп? Висп, это у нас такой герой, который не имеет армора. Он такой слабенький. Если очень много дамаги в него влетает, то, соответственно, он ничего сделать, к сожалению, не может. Это первый момент. Второй момент. Армора нету. Ну, соответственно, все герои, которые будут душить под минус арморами, и в целом какие-то слордары, виверы, там, может, еще войды, что-то такое, что имеет еще быстрый доступ на нашего персонажа, будет очень сильно уничтожать нашего героя. Вот такой вот у нас контрпик на героя. Но виспа, и аппарат также не даст позволить регениться, так сказать, под айсбластом, не позволит регениться своих союзников. Так что вот такая, ребятки. Вот такая, ребятки, у нас тема. Что ж, начинается у нас наш гайдик. Наш гайдик начинается у нас, ребятки. У нас еще абадон в команде. Это очень хорошо. Если абадон качественный, то можно будет делать вещи. О, у нас луна, да? Луна. Луна низ. И луна низ. Все, я, если что, буду подстакивать, и будет все отлично. Стрим идет хейн, хейминг. Я не хейн. Я не хейн, так написал. Так. Кто такой стрим? Кто такой стриминг? Ребятки, я это делаю специально, чтобы пацаны... Не думали, что... Что это я там, и не бегали за мной, и не душили. Так, хорошо. Каточка у нас начинается. Первое, что мы должны сделать, это, конечно же, мы с луной сейчас постоим. Немного поворуем экспириенс, и начнем подстакивать. И будем аккуратнее тоже подстакивать, чтобы все было. Огонь. Огонь, чтобы было. Так, у нас тут... Феникс выходит. Ага, и берется еще. Ё-й-й-й. Не опасно, дорогой. Опасно, опасно. Опасно. Опасно, дорогой. Хорошо. Танго. Там пулса. Там смерть, да. Во, хорош, прорубил. Отлично. Луна мне помогла прорубить, и это значит, что будет очень удобненько. Я ее оставляю здесь на соло-лайне. Сейчас сам буду подстакивать себе. Сколько латенс? 50 лата стоит. Абадон. Донго. Лат. 35. Ну, ДС, походу, не будет давать мне стакать, да? Свену взяли. Тут бегает просто АФК. Блочит. Давайте так сделаем. Хорошо, давайте подамажим его. Давайте поделим экспириенс. Который он хочет забрать. Ну, если честно, делает правильно, но больше на хейтерские какие-то поступки похожи. А, так это же Женя. Ну, в принципе, неудивительно. Женя таким занимается. Главное мне поднасолить, без экспы оставить тому подобное. Хорошо. Так. Отлично. ДС там хилится. А, нет. Это кто хилится? ДС хилится. Все. Стоим тогда с луной. И экспимся. Экспу я луне отдаю. У него уже почти третий левел. О, хорош. О, Феникс ошибается, по-моему, да? Хорош. Феникс ошибается. Хорошо. Луни оставляем пар. Куда ДС пошел? Надо вот так вот подстакать сможем. Интересно. Подстакать сможем. Хорошо. Отлично. О, регенерация. Нормально. Ой-ой-ой. А я не видел совсем его. Совсем не видел. Под конец уже увидел. Он здесь уже был. Я тогда его увидел. Печально. Ну, такое себе. Такое себе. Ладно, Говард поставим. Туда. Не знаю. Мне очень сильно мешает ДС делать. Просто стаки. Свой фарм какой-то делать. То есть я луню хочу спейс делать. А тут ДС. Но мне нет смысла делать стаки. Потому что ВС тут ДС играет. ДС играет. ВС. Хорош. Сфидел. Сфидел ДСик. Так. Ну пойдет. Ошибка. Оп. Жесть. А он щит кидал большого. Я понял. Так. Ну луна овнит. Давайте здесь. Вардик поставим. Хорошо. Сапожок возьмем. И так как там много мэджикала. Я думаю. Имеет смысл. Блин. У меня нету хила. Брат. Нету просто. Го поэксперс. Пока хила у меня нету. Луна стоит. Если честно. Очень тяжело тут саппортим. Я на что тут ДС очень сильно мешает. Не дает ничего сделать. Нужно аккуратно сейчас проапываться. Давайте пока луны нету. Аккуратно пофармим. Проапаемся. Постараемся подобивать все что тут есть. Все что не забрала бы луна. Нам нужно попытаться это все забрать. Так. Ну если честно. У меня сегодня будет подлаги. Так что готовьтесь. Сегодня весь вечер будут лаги. Эти лаги. Если честно. Такое себе. Интернетный. Оп. Хорош. Ну забрал три крипа. Пойдет. Так. Что там ДС? В лесах ходит, да? ДС в лесах ходит. Вот он тут ДС. Браконьерский. Луна там огнет. Тиня идет. Тиняй. Вот так делаем. Хорошо. Тиняй. Тиняй идет. Давайте прицепимся к луне. Ману повосстанавливаем немного. Потому что. Так. Тут Тиняй. Тиняй тут. Ну да. Вот так вот. Я про это и говорю. Ну только так. Хотел написать. Но Тиняй не сдохнет. Ладно. Ну начало у меня отвратительное. Как обычно 0.2. Но. Луна. Фармит. Луна фармит. Unstoppable. Не знаю. Я луне оставил. Все. Луна убивает. А на низу походу какашками намазанная. Они лезут сюда постоянно. Так. Ну окей. Хорошо. Самое противное. Что не могу луне подстакивать. Не могу луне подстакивать. Не могу подстакивать. Не могу луне подстакивать. Это жесть какая-то. Жесть какая-то. Не могу ей подстакивать никак. Хорошо что брал. Иди двигайся ты кор. Не я. Куда хочешь иди. Сделаем что нужно. Киника убивать. Гоу попробуем. Хорош. Найс. Зарееним. Все. Работаем с луной. Можно работать. Так. Давайте стик возьмем. Мангусик. И погнали. На. Хорошо. Я заберу. Я заберу. ДС руинер. Бегает. Так. А что у них там в керри? О. Свен. Это тоже круто. Свен. Это тоже круто. Пятый левел. Ну на пятом только шары давайте. Боулинговые качать. Ладно. Понял. Ой. Хорошо. Ну. Попасть бы. Опа. Попал. Хорош. Ну вот тут мне кажется я. Давай вот так смягчу немного. Хорошо. Пойдет. Ну у меня луна тут душит. Драка была. Не успеваю ее стакнуть. Печалька. Мид спушили ребята. Там у нас спушила виндранка. Мне нужно подстакивать. Подстакивать. Для парнишки. Хорош. Вот это я фермер. Конечно. Знаете вот тут зафармим. Сами. Без спами можно играть. Снецаря на такой плохой старт. У моего керри все хорошо. У меня плохой старт. У керри хорошо все. Все керри хорошо. То значит the best. Давайте на базу сходим. Походу сюда кто-то идет. На топе бабадон. Давайте на базу слетаем. Хорошо. Хорошо. Тяжелый старт. Легкий конец. Что лучше нам сейчас взять. Давайте уплотнимся. Хм. Барабашки сделать. В целом. Знаете вот на самом деле. Как качают виспа. Виспа всегда по разному качают. Либо сол ринг. С этим. С. Сол ринг. С. Ранквилой. Либо. По другому. Как еще могут качать. Могут качать. Через аркану. Через гриф. Но через гриф. Вообще по моему. Само кайфово. Качать его. Через гриф. Прям годненько. Я взял брасер. Чтобы тут оттенека. Хотя бы как-то хиппоинты поднять. И другой момент. Опа. Хорош. Что-то у нас феникс. Подсыпывает. Спит немножко. Опа. Брат. Давай. Поехали. А. Ну умирает он. С. 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 Тридцать четвертая секунда. Давайте подстакаем. Подстакаем. ДС все-таки тут сфармит. Стаки. Вот этих крипов сейчас не трогаем. Давайте. Раздуплим. Сейчас покажу как можно подстакать три кемпа. На сорок седьмой секунде поднимаем виспов. На пятьдесят второй активируем. И пошло. Вот так вот делаем. Вот эти крипов под сомнением. Скорее всего я не отведу. Потому что они уже тронуты были. И скорее всего я не смогу подстакать. А эти их я застакаю. Но этих я зафармлю. Эти их я зафармлю. Хорошо. Ой-ой-ой. Ну надо уходить уже. Это опасно. У меня виспы взорвались. Я бы забрал бы. Печально. Отлично. Давайте транквилл сделаем. И две маны. Хорошо. Транквилл, две маны. Хорошо. 9-0 луна. Это жесть. Сейчас скорее всего будем вот так вот дропать. Юзать. Давайте еще раз подстакаем. Еще раз подстакаем. Поднимаем. О, куры юзнали, да? Оп. Хорошо. Погнала. Тема. Оп. Есть. Можно даже самому зафармливать, в принципе, на экспу. То есть, вот эти изи кемпы, в принципе, смело можно. Оп. Есть седьмой левел. По два кемпа. Так. Есть транквилла. Через транквиллу пойдем. Можно качать через фаз топ. Тупо, вот тупо, вот я знаю виспы, некоторые дела тупо собирают боттл. Первым артефактом берут боттл и все, и поехал. Есть такие ребята? Есть кто старается играть через другие комбинации? Так, тени кто? Тени. На топе. На топе ребята работают. Я в мид выйду. Опасно тут, конечно, сейчас проходить. Худ можно еще сделать. Тени. Тин ту. А, тин ту топ. Хорошо. Тин ту топ. Можно релокейтиться, кстати. Давайте сейчас раскачаем виспов. До вторых виспов. Хорошо. Let's go. Отлично. 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 Пойдет нормальный ганг. Дополнительный. И раскачиваем по билду второй и третий. Само по кайфу. Так, можно еще сейчас сол сделать. Тпшечку. Ну, вроде как доминируем. Фарм должен быть хороший. И next катку мы сыграем немного по-другому. Билду, ребятки. Если эта катка у нас четверка, и мы должны тут, в принципе, как-то подварживать, что-то суетиться. Давайте еще пару вардов купим. Все. У меня есть такие вот артефакты. Ребятки, не сломают. Не сломают. Так. Поднимаем виспов. Виспов поднимаем. Сейчас вот тут простакаем. Еще раз, пока ДС не пришел зафармливать. Он может. Может зафармить тут. Так вот делаем. Хорошо. Может он. Может мы знаем. Жесть, сколько тут термы. Мы сейчас тоже зафармим, сколько можем, на самом деле. Так, сладариха. О, теник там. Тени. Тени. Так, там забирают артефакты. А нету релокейта. Там тени. Даггер. Даггер. Тени даггер имеет. Нанизу фарма много. Давайте забирать то, что луна бы не забрала. Я на миду помогать не буду. Заберем то, что луна не забрала бы. Хорошо. Можно, в принципе, и так зафармить, я думаю. Я пока тоже раскачиваюсь. Висп, он такой герой. Ему нужна пара. Всегда. Вот я сколько играю, всегда сталкивался с проблемой, что Виспу именно пара нужна. Если нету пары, очень тяжело. Много фарма там. Фарм. 4 икс. Хорошо. Висп, дайте мне. Пожалуйста. Мне все равно, кто будет забирать. Главное тоже тут вот так сделать. Хорошо. Виндранка понимает, что нужно делать. Отфармливаем. Я это и сам мог забрать. Просто как-никак я саппорт. В любом случае. Хорошо. Еще косарик сверху. Отлично. Можно сделать худ. Вообще, я хотел сделать барабаны на статы. Барабаны очень хороший саппорт артефакт. В целом. Потому что дает статы. Но здесь, ну реально в профите, я смотрю, что очень много магии. Соответственно, это можно сделать худ. Брайсер здесь получается лишний. Но можно сделать барабаны на актив. Это не будет лишним, в принципе. Поэтому сейчас будем делать. Давайте сделаем. Наверное, вот так вот купим. Остается копеечка. И будет по кайфу. Хорошо. Можно будет немного вот так сделать. Быстренько задушим. Хорош. Идет так. Это сюда. Есть. Ребята там на топе дерутся. Пойдет и 2 сломаем просто. Хорошо. Отличная катка получается. Но я чисто как настоящий саппорт. 10 ассистов, 2 смерти просто. И больше ничего нет. Все. То, что нужно от меня, делается. Хорошо. Говы лес, ныряем. Ныряем лес. Давайте мне вот это. Есть барабаны и начнем худ делать. Желательно участвовать в драках. Много фарма получается у нас. Так вот делаем. Можно знаете как еще делать. Раскручите виспов до их калдауна. И вот здесь вот дропайте всех этих виспов. Нанося кучу урона и тем самым зафармливая это все. А можно зафармливать так, как я сейчас зафармливаю. А именно я зафармливаю касаниями. Касаниями фармливаем. Так, есть барабаны. 1000 хп. Сейчас клоаку возьмем. Вардик поставим и клоаку. Хорошо. Там луна. Холи щитович держит. Так, релокайт есть. Отлично. Погнали вард поставим. Луни ману восстановим. Вард у нас здесь стоит. Хорошо. Солд ринг. Прикольная тема тем. Так, я не заблочу, надеюсь. Не заблочу. Хорошо. Солд ринг тема тем прикольна. Что он позволяет восполнить ману союзнику. При этом она не обратно... Ну, то есть она у него не заберется. Солд ринг, он как работает? Он, типа, берет, дает ману в обмен на хп, да? Правильно. Но тут как бы смысл в том, что на виспе мана остается. И не забирается у союзника. То есть это такая имбовая тема на самом деле. Так что вот так. Так, но у меня аба 11, 8 уровня у меня 11. То есть я по левелу сильно не отстаю тоже. Давайте подеремся, наверное, еще. Еще хотелось бы что-нибудь на вставочку сделать. Как бы, знаете, такое дело. Так, а давайте сделаем меня немного поярче. Можно? Во, вот так вот как будто получше выглядит. Да, ребятки? Как будто получше вот так выглядит. Хорошо. Так, ну что, я готов. Ну, поможи, поможи делать бабушке. Я шатинник. Очень страшно будет. Так, бадончика. Надо подсейвить. Абадончика подсейвить надо. Ой-ой-ой. Опа. А что, где тизер? Стики дают. Ой, как я его почти засейвил. Почти, но почти не считается на самом деле. Улищит, улетел. Хорошо. Так, на меня не надо прыгать. Ля там Слардар вообще. Лютует. Деже есть. Вон, оба, слетаем, брат. Я сейчас там буду. Боже. Без хп. Если бы кто-нибудь помог. Знаете, как это получилось сейчас? Во время того, как Тинни меня подтосил, я это в фишках показывал. Во время того, как он меня подтосил, я должен был прилететь на базу, но я упал здесь. Из-за этого он мне сбил, так сказать, телепорт. Печально. Ну, Виндранку я засейвил. Я сап. Виндра, зато жива. Пойдет. Так что я не удивлен в том моменту. Жалко, что я не забрал. Виспами на самом деле, вот этими цвечками контрить, это целое искусство, ребят. Так, ну я три раза нафидил, 10 ассистов, это на самом деле такое себе. Ой, Феникс что-то ошибается. Ой, Слардар, ну крэш, брат. Ой, как хорошо ворвался с Вен. Сейчас всех убьет, мне кажется. Всех убьет. Хорош. Бля, там такое себе. Хорошо. А фулл хп просто сейчас поднимет себя. С регеном. С транквилой очень большой реген. С транквилой реген большой будет. Там на низ идет слотар фармить. Ну, худ надо, ребятки. Сделаем сейчас колечки, покупаем. Подстакивать не забывать для луны. Ну, если честно, забываю с тем, что потому что постоянно как будто и драки еще идут. Нужно туда и нужно и туда. Туда. Не бьют тавр специально, чтобы регенить луну. У него не фулл хп. Сидите просто за обстановкой на карте, и все будет огонь. Оп. Что есть? Ну, это на работу, пацаны. Это на работу, как сказал. Гоу. Гор, ашаны. Я подстакну леску. Сейчас и пойдем. Бардара похилить. Хорошо. Так вот. И продолжаем. Наши фермерства. Сюда идут. Печалька. Попробуем. Ой, йо, йо, йо. Мне главное тут сейчас сильно не оступиться. Говорится. Виспами. Ой, хорош. Вот так вот делаем. Луна душить должна. Мы, в принципе... Наша задача тут это просто регенить и давать им эсу. Жесть. Задушили. Хорошо. Хорошо. Выдушиваем игол. Хорош. Еще подстакать даже пойди успеваю, да? Да, и лес я тут еще застакал. Ну, или сами походу зафармим, да? Хорошо. Стаки есть, можно поесть. Знаете, как говорится? Ну, у меня и худ, кстати, есть уже. Отлично. Все, я на базу слетаю сейчас. И погнали. Можно на базу даже в таком билде не ходить. Давайте вот так вот делаем. Хорошо. Есть худ. Next можно будет сделать пайп для команды. И отлично двигаться. Так, ну, вроде пока что доминируем. У нас луна 16 на 1 бегает. И это очень хорошо. Очень хорошо. Значит, мы делаем что-то правильно. Что луна у нас убивает там. Либо просто там оппонент слабый. Я не знаю. Так что пока что норм. Там еще свенчик. Луну очень много. Сейчас тут подстакаем. Тут подстакаем. А, нет, стакать не будем, да? Хорошо. Хорошо. Там ульта есть? Если что, я прыгну. Прыгну. Странно, почему не доставал. Опа, некра запалил. О, щит. Это очень больно сейчас будет. Отстань. Хорошо. Я улетел, но, к сожалению, сетка порвалась. А тебе из пол кружочек. Хорошо, вот так вот. Ребята там уже задушили всех. Уже все хорошо у них. Задушили. Я вообще не в тему сюда прилетел. Хз. Короче, ребята все делают сами. Ну, саппорт катки, они такие, как правило, и есть. Саппорт катки такие и есть. ХГшка, по-моему. Ну, можем, в принципе, ХГ. Хорошо. Кстати, ребят, не забывайте, когда вы находитесь в тизере и хотите прокачать тизер, вы можете, ну, не увидеть. То есть, видите, вы не можете тут прокачать. Поэтому нужно откидывать. Хорошо. Регеним. Ля, захейтили, хотел сказать, зарегенили. Так, я отойду. Нормально. Пацаны пытаются дефиться, но мы, мы сильные тоже. Так, можно карту подвинуть. Хорошо. Стой, Свен. Не души. Хорошо, еще светлячками добил. Хе-хе. Нормально. Отлично. Давай, на баус слетаем. Хорошо. Отлично. Погнали. Сюда. В принципе, 23 минуты. Нормально. Так на виспе, в принципе, в сапе и играется. Если первая катка у нас такая, саппорт катка получается, то next катка будет немного другая, а секретная катка так вообще будет совсем другая. Так, хорошо. Что-то пацаны. Ооо, надо с лордара. Ой, как хорошо. Ну, пайп даю. Пайп даю. Так, с лордариху потеряли. Луну тоже, скорее всего, сейчас потеряем. Нету кнопок. Падан с ультой, нет? Я не пойду. Надо уходить. Надо уходить. Что-то задышили, пацаны. Камбудская, походу. Так, гоу. Как раз я успеваю на подстак. 34 секунда. Вообще, на Виспа рассматриваю очень часто покупку БМа. Или очень годный артефакт для этого героя. Его старается постоянно Виспа этого фокусить. И не давать ничего в драках юзать даже. И в принципе, покупка БМа... Покупка БМа прям вообще по кайфу. Покупка БМа... Как хороший вариант. У меня тут задача была пайп. В любом случае. Важнее, чем БМ на команду. Все мы играем на четверке. Мы должны как минимум... Брать пайп. Так, возвращаем. Еще бахнем. Вот так. Хорошо. Пересоздаем. Золото как алхимик фармим. Хорошо. Этот тоже есть. Отлично. Сейчас подварнем немного. Дефолты. Ребята там убивают. Так, ну можно будет тэпнуться, в принципе. Но нету на релокейт, да? ЛТП шемся. Хорош. Душе его. Хорошо. Барабаны нажмем. Я захилил, улечу. Вендранке помог и... Улетел я. Хорошо, Вендранка на фул. Отлично. Две сто еще золото есть. Лордар такой у нас там погиб. Очень хорошая саппорт катка у нас, в принципе, получается. Если начало было такой себе, то сейчас что по ассистам? 16 ассистов. Отлично. 26-ая минута. Душим. Команда хорошо работает. Ой-ой-ой. Тинни там прыгнул. Еще вардик поставим. Как саппорт? Отлично тут все у нас. На саппорте пойдемте Вендранке помогать. Хорошо. Пайп. Не успел. Не помог я просто. О, хорошо. Прям без памят за душем. Отлично. Эх, не успел. Стой, когда побежал. Ой, тинник. Не души. Хорошо. 3000 золота у нас есть, ребятки? Можно, в принципе, еще что-то докупить. Опа. Хорош. Свардар, брат, помогай. Я пошел. Хорошо. Я пошел. Я бы такой на базу бы слетал. Ребята там топ ломают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как я там раздамажил виспами. Хорошо. Ходить надо. Ну, тизер 40 маны и давайте кого-нибудь возьмем с собой. 40 маны и возьмем. Соточка. Ай, слетаем на базу. Хорошо. Два, один, полетели. Хорошо. О, вовремя. Хорошо. Вот это душиловка, я понимаю. Душиловка, я понимаю. Хорошо. Так. Что next-вым артефактом лучше сделать, конечно? Тут, если честно, я не знаю, вопросительно. Так, хилим. Хилим. Ой, хорошо. Отлично. Слардариху немного подхилить надо будет сейчас. Так, хп слишком много, не надо сливать. Хорошо. GG. Вот такая катка, ребятки. Саппортская у нас получается. Быстро очень. Что бы я тут еще сделал? Ну, дизарм, скорее всего, в этом билде. Давайте докупим. Боттл дропнем. Жесть. Очень быстрая катка у нас получилась. Очень быстро. Дайте докупим таки. То, что нам нужно. Оп, сюда. Такой вот билд получается у нас. Прикольно, в принципе. Быстренькая катка. Что по саппорту? 20 ассистов, ребятки. Стаков очень много я сделал. В принципе, ребята сами без меня справились. 29 минут игра на виспе. Нормально. В целом, для первой катки на саппорта очень хорошо. Катки у нас сегодня будет 3, поэтому... Как бы ждем на экстовые катки. Эту катку мы додушили. Может даже чуть больше каток будет, в зависимости от того, какие катки сами по себе будут. Так, с войну дизарм сразу сюда. Куда ты там колодишь? О, БКБ их уложил. Черт. Надо уходить. Надо уходить. Ой-ой-ой, не души. Хорош. Души его. С руки я тоже помогу. Е-е-е. Г-г-г. Жесть. Ну, люто, люто, люто получается. Пришла у нас еще тут луна. Луна, посмотри, какие артефакты у луны уже. Ой, же есть. Тело? Ужас. 0,18, пацаны. 0,7 там отыграли. Короче, катка получилась такая. Если честно, не знаю. 7 и сапп. То есть, для четвертой позиции, в принципе, пойдет на виспе. Остается у нас теперь еще одна катка. То есть, вот это, в принципе, стандартный билд. Можно этот билд заменить. Вот здесь вот взять Аркану, Грифс. Сюда поставить Боттл. Ну, и, в принципе, также задушивать. Так что, смотрите, ребятки, первая катка, ну, в принципе, такая. 12 вартов взял, 22 взял. У нас тут Феникс. Ну, в принципе, на четверку. Четверка на тройку получилась у нас. Четверка на тройку. Что ж, погнали, ребятки, next-овую катку. И сейчас мы сыграем, в принципе, также на четверке, но интереснее катку. Давайте сделаем немного попотнее тоже хочется. Потому что эту катку что-то как-то жестко вынесли. Итак, ребята, загрузилась у нас каточка. Сейчас каточка у нас будет более агрессивная. И сейчас мы будем, знаете, что делать на Виспе? Сейчас мы будем Виспа собирать более агрессивно. Если прошлая катка у нас была четверка, то сейчас мы также постараемся сыграть четверки, но немного пожестче. А именно, сейчас мы соберем себе немного крутые артефакты. То есть, я тут смотрю, в принципе, против Джаги эти арты не зайдут. То есть, я думал сыграть через БМ. То есть, через БМ и такие, знаете, через ПТ-шку более такой серьезный. Если честно, через Грифс, Грифс, не знаю, я играл через Грифс, тоже классно играть через Грифс. Это если вы играете прям максимально фулл сап. Тут посмотрим, может и в этой катке через Грифс сыграем. Но в любом случае БМ нужно собрать, чтобы Висп, так сказать, компенсировал свои недостатки. А именно, какие у него есть недостатки. Соответственно, армор. Армор это его недостаток. Вот и будем пытаться как-то компенсировать. Посмотрим, что у нас получится. Давайте попробуем задушить. Возьмем Куру, ребятам. Хорошо. И вот так вот возьмем. Две вот такие вот штучки. И погнали. Через Боттл в этой катке так не пойдем. Попробуем все-таки, возможно, через Грифс или как-то по-другому. Как-то по-другому. Может и фулл сапом. В принципе, как четверка можно сыграть тут еще одну катку. Посмотрим. Но хочется БМ собрать. Но у Урси пофиг на БМ будет. Просто нужно будет как-то жить. Жить придется как-то. С пуджом пойдем. Яматехка. С пуджом пойдем. Давайте попробуем. Что-нибудь сделать тут в этой катке. Надеюсь, интересное. Будет потненькое. Потненькое получится. Ага, на топ пошли. Стакать тут тоже. Но тут Лего у нас не постакать особо. И этот лес особо не постакаешь. Тут как бы можно будет вот отсюда стакать. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Но это надо МС больше. Три кемпа растянутые они. Низ. Зачем? А, ну я понял. Йоу. А он написал Ло. Ло. Типа, ну ты Ло. Сам ты Ло. Ло, говорит. Хорошо. Будем драться. Ах ты. Ну, пуш с хуком это уже понятно. Это надо отсюда уходить. Это тебе пуш с хуком. Нерев очень серьезный оппонент. Это реально прям напряженный персонаж. Который будет до штока пуш. Вообще, смотри, ты что не боится. И что не боится. А что, Акс куда? А что по лайнам? Акс мид. Граф Доти. Там Граф Доти. Смотрите, Граф Доти. Нормальный ник у пацана. Граф Доти. Так, и что у нас? Пуш на низ, да? Так, и все равно я с пуджом не расстаюсь. С Вен Соло хочет. Без мальчики. Давайте попробуем. Так. Стик. Я думаю, все равно Стик нужен будет. И БМ, наверное, все равно соберем. Посмотрим. О, Нерев на лайне. Ну, Нерев, кстати, тут лайн меня загасит. Нагло, просто. Оп, хорошо. Есть ласт хиток. Ласт хиток есть. Опс, есть. Еще ласт хиток. Ну, в хард линии, кстати, я так и хотел в хард линии стоять на next катку. Так что пойдет. Уж пусть стоит АФК. Мы будем стараться фармить. Давайте, это будет у нас тройка висп. Такая 7.3, 7.4. Давайте попробуем. Нормально провластить и сделаем ПТ-ху. Если фарм хорошо пойдет, очень хорошо, то они через ПТ-ху, а через Грифс пойдем. Вот там ПУШ прицеливается. Вот это ПУШ, конечно. Хорош ПУШ вообще. Красавчик. Отлично. О, Граф Доту там погибли. Граф Доту погиб. Ну, а Хе там ВС. Урс, конечно, это грубовато. Так, ПУШ, лучше бы ты не мешал фармить. Все равно у тебя толку, походу, не будет. Единственное, если Урсу там расфидят, будет, конечно, тяжело. У нас Керри СВ, но расфиженный Урса будет прям страшно грубо. Страшно грубо. У ВСП единственного с ластхитом, короче, проблема. У него, у него, короче, урон маленький, но пичка резкая. Можно, в общем, этим пользоваться и, короче, задушивать Крепиев. Ну, ПУШ я тут не дам. Не дал. О, такому ПУШ нельзя мить давать. Страшно, вырубай просто. Так, ну, мешаем, пацанам, ластхитить. Хорошо. Ах ты, Криса. О, он отменяет, отменяет хоккей еще. Красавчик. Отменяет. Опять умер, да? Ахевич, ну это плохо, ребят, это плохо. Ахевич умирает. Может пойти на центральную помочь? Не знаю, будет ли это импактом. Лего лес спокойно колотит. Урса, третий левел, арба. Очень неприятно будет. Началька. Так, есть виспики, гоу. Сразу разминочных. Ой-ой-ой, дазл идет. Дазл! Дазл! Стик первый пошел. Хорошо. Ой-ой-ой, как подставляют. Ну, четвертый левел. Нормально так постояли там, пацаны. Вмеду. Упхил. Придется союзать. Печалька. Печалька. Две куры. Хорошо. Слушайте, ну пока что фарм идет среднестатистически, но у Акса все плоховато в миду. Будем сейчас пытаться как-то не знаю, Аркана Гривз, Овсяна Блин. Овсяна Блин, Аркана Гривз как-то пытаться, может, не знаю. Руны я не могу без сапога чекать. Погнали. Возьмем сапожок. Фэшечка есть. Овсяна Блин и делать. Я понял. А я, кстати, умер, скорее всего. Да. Меня просто сбреют визе. Оракл. Я не видел, что тут пришел Даззл. А Даззл будет проблемой. Людой. Так, у Акса тоже там проблемы. ЛГГ. Не знаю. Пазы уже. Стикетами успел нажать. Я не захилю его. Нету третьего. Попадишь ты. Хорошо. Отлично. Можно сказать соло. Странно, почему он ничего не нажал, парень. Странно. То есть там Акса этот душит. Акса душит там. Так, ну нам нужно стараться как бы сапом керри оставлять фарм. Хорошо, пятый левел нам пригодится. Погнали. Так, ну тут подроумили. Ну не знаю, у нас все лайны слиты, пацаны. Что-то какие-то лютые. Чуваки там играют. Лего у нас еще с леса правда не вышел. Нам хелпа уже нужна. Лего, нас душат. Нас душат, брат. Ульса Роша. Рошу го. Там овся на блины происходят. Так, начинаем с хитрой с кем. Ребята, Усевич там уже. Работаем, чешо. Отсюда интересно достану и спам. По идее, должен доставать. Должен доставать. Не, он там. Он только зашел. Ну, хорош. Ах ты, Криса. Нету, кстати, блинка. Хорош. Отлично. Но я умру тут. Сто процентно. Но на меня сразу таргет пуш. Пукай. Пуш стоит. Но не хватает немного хелпы. Пути Рошана они не забрали, но у них-то саппорт покруче. Саппорт покруче у них тут. Нам хелпа нужно. Не, стой, братец. Пукай, помоги. Мне. так вот. что-то как-то не захотел. Ладно, давайте туда вард ткнем. Что-то активная катка какая-то. Активная катка. Активная. Так, джага. Активная. хорошо. Не достаю, да? Печаль. Урсевич опять туда пойдет. Вот что за кура. Не успеваю. Хорош. Ух, если я еще выживу, будет вообще хорошо. А если я еще убью, вообще отлично будет. Урса забрал, чалька. Имморталити Урса забрал. Так, не душе. На Оракле. На своем. Жесть, что там происходит? Ну вот это да, конечно, я тут побегался. Иногда, если честно, нам немного напряжено пользоваться виспами, блин. Это жесть просто. Тяжеловато. Тут нужно понимать просто. О, свидел. О, нету тпшки. Тпшки нету. Тяжеловато подконтливать иногда. Понимать нужно когда, чего и зачем. Хорошо. Без даггера. Давайте Аркану попробуем сделать. Вообще, Сол хорошо заходит. Но Аркану уже сделаем. Все-таки, давайте через Грифс. Я думаю, тут саппортинге будет намного интереснее игра, потому что тут у нас вроде и Свен есть, и это. И вроде все не так плохо по фармам. Погнали. Семи саппо сыграем. Хорошо, Аксу. Дали. Жалко, я там никого не забираю. Что-то Акс. А что, куру там сливают, да? Хорош. А, нейтралы. Нормально. Акс, брат, ты как? Ты как, Акс, дорогой? Жесть. Рубрика саппортинг на 2к ПТС. Так, ну что, раскручиваем весь пол, сейчас полетим на топ, скорее всего. Там хилят. Нерри, конечно, страшный парень. Нерри страшный, но не страшнее Акса, конечно. Страшнее. А Джагу, Соло я не убью. Можно было бы попробовать? Так вот делаем. Хорошо, ну, отцеплю. Хорош, я отцепился. Пойдет, помогли. Вот туда. Куджику поможем. Че стоим? Че не бежим? Че стоим, че не бежим? Давай, давай. Чуть остается. Хорош. Хорош. Ой-ой-ой, дазлинг. Давай дазла, Свен. Ой, хорошо. Прям почти на вставочку. О, смотри, че там. Уса. А не, Нерриф. А Неррифа можно было сгущить. Пойдет. Давайте, Мека есть почти. Почти хватает. А, так хватает, да? Отлично. Мека есть. Неррифа кушает. Он не может кушать. Неррифа не скушать. Оп, хорош. Ману дадим Свеном. Можно вообще за Свеном бегать. За Свеном бегать, Ману давать. Кайфу будет. Сейчас Мека прилетит. Хорош. Мека есть. Нерриф. И Гриф с БМ сделаем, наверное. Или от Урса что-то. Урсе все равно на БМ будет. Поэтому надо будет, наверное, ребятки, немного по-другому плей. Давайте на базу сходим. На базу сходим. Свен ГГшка. Грали на базу. Можно ультануть, в принципе. Но я думаю, что-то полезнее сделать с ультимейтом. Можно будет там отправить кого-нибудь на базу или еще что-то. Давайте через этого пацаненка притянемся. Хорошо. О, Легич там зацепил. Пару вардов, не варды есть. Хорошо. Манку. Вот так вот можно сделать. Но пуш, наверное, АФК, правда. Хорош. Пуджа оставляем. Далим. Вот это хорошо. Сделали импакт. Вот это я и хотел сделать. Отправили Пуджа. Сейчас нормально, ровненько все получается. Давайте, может, гост купим, потому что сейчас, возможно, если ульса прикупит дайгер, так это же будет хейт лютый. Хейт лютейший будет. Хорош. Сейчас войну троечку дадим, если что. Фарми. Фарми, фарми. Хорошо. Прешмидт, кого-то скушали на топе. Маны, конечно, вообще не хватает, но ничего с этим не поделать. Это такое временное. Это временная проблема с маной. Будет гриф, сейчас будет полегче. Вот так сделаем. Хорош. Грифчиков побьем. Оп, хорош. Ой-ой-ой-ой, там, джаггер нут. Джаггер нут. Так, с маной у нас все плохо. Можно будет Свена сейчас чуть-чуть подэдовать. О, идет. Хорошо, если прыгнет, прыгай. Прыгай, прыгай. А, ну, Дазла надо только прыгать. Я себе что, помогу. Хорошо. Прыгай, поехали. Хорошо. Прыгай, поехали. Ой-ой-ой. Джаггера. О, джи-джи. Успеем. Yeah. Ну, вот это вообще нежданчик был. Но если плего, кстати, остался, было бы по кайфу. Но такое себе. Такое себе. Если плего был, а, у него АДС первого левела. да-да-да-да. Ладно, фармим. Фармим. И урса еще, урса. Да, гасту сейчас куплю. Не грифс, а галст надо будет брать. Акс, даггер. Купи я хилку. Там. На. Покупай. Продай. Даггер го. Даггер на аксе будет нормально. Граф додю. Граф додю играет. Я ему хилку дал. на фк, видимо. кто-то открывает. Хорошо. Так, есть еще вот такая кнопка. Вардик-1 есть. Пучь. Пучь это дотах. А антимаг это пучь. В принципе, стадия, когда я что-то виспаме делаю, закончилась. Остается только такая стадия, что нужно аккуратненько двигаться по карте. Помогать команде. Хорошо. Аккуратно ластфитим. О. Хорош. Купил, да, ертый. Хорош. Мужчина. Ой-ой-ой. Вот это да, серьезная заявочка. Но нету, нету кнопки. Нету кнопки. Нету кнопки. Дазл. Хорош. Мне поможешь? Дай пресс-атак. Я бы выжил, если бы он пресс-атак нажал. Ну, гасту надо, да, сейчас меня будут фокусить. Легион не стал на меня играть. Так, ну, в целом, команда принесла импакт, ну, разменом на саппорта. Окей. Ребята, пять, минус пять в одного, это хорошо, разменом на саппо. Даже неплохо. Неплохо. Брат, сейви, дорогой. Я ж тебе ману даю, я ж тебе все даю. Вот Хриса. Он сейчас немного поскупился, мне кажется, можно было ж лучше слиться. Так, но у меня почти есть гост с гостом, я буду жить. Единственное, только оракул будет снимать его гост. Гоу, лес. Лес, которым управляют. Управляемый лес. Сейчас тут гост поднимем. Так, стакаем. Пацанов, вот так вот берем. Опа, имбола, подстакали. Вискиками. Оп, побахаем, и все зафармливаем. Отлично. Есть у нас нопачка еще дополнительная. Взглядом ребята разошлись. Усу дуршат. Хорошо. Давайте госту купим. Есть госта. Вот этих крипов вообще тяжело фармить. Акстанк зафидил. Они иммунные, эти крипы. Их тяжело душить. Но в целом справляемся. Так, есть. Я пока фармлю, пацаны, не мешают. В принципе, я могу туда полететь. Ну, поможем. Хорош. О, даблкил почти на вставочку, да? Почти на вставочку. Хорош. Нормально, я прилетел туда в драку. И почти гриппс есть еще. Кстати, неплохо, неплохо. Ребятки, не забывайте про то, что я говорил ранее, а именно, когда вы пытаетесь прокачивать свой первый, вы можете прогуляться, когда вы находитесь в связи, вы можете, ну, так сказать, не прокачать и вкачать плюсик случайно. Поэтому не забывайте про эту тему. Это очень важно, потому что тизер очень хорошо дает МС. Вместе будете бегать, с союзником, с каким-то очень много душить. Так, вот так вот делаем. Ой, весь покончились. Сейчас создадим новых. Так, есть и гриппс еще. Ля, я тут, я прям саппорт фермер получается, да? Саппорт фермер. Джастин, там артефакт от нас таков. У Викет Суск там делают, пацаны. Ля, Легион вообще читер. Легион задушил. Так, тизер еще, розочек. Вау, ферма. Пока ребята душат, я тоже что-то тут помогаю, делаю. Лиса помогаю, делаю. Нормально, но есть грифс, есть госта. Отлично. Грифс, гост, это очень хорошо. Сейчас, ребята, вообще, если мы сейчас соберемся вместе, мне кажется, вообще жесть, они будут хапать. Пацаны. Пацаны вообще хапать сейчас будут, по идее. Не знаю, ребят, кто любит Виспа, на самом деле, герой очень интересный и некоторые говорят, что это один из слабейших персонажей. Я на самом деле максимально не согласен, максимально осуждаю за такие высказывания, потому что Висп это мощь, на самом деле. Но Виспом нужно уметь душить. Нужно уметь. Так, килет Байрош, нифига там, цены души. А, нагода база. Долгая фармлю, очень много сейчас выфармил, на самом деле. Это жесть. В целом, ребятки, чтобы играть качественно на Виспом, нужно просто понимать две вещи. Куда и когда нужно идти. И все. Сейчас мы на стакаем. Кого надо лететь туда? Вот это там. Уже. Хорошо. Я-то поделаю. Я там, в принципе, проживу. Это поделаю. Джи. Джи. Хорош. Я, наверное, заберу его с собой. Лего. Нафиг это дело там. Нафиг это дело, так сказать. Дело такое. Страшно. Так, вот это надо зафармить. Хорошо. Ребята, мид дефим? Рошана не забрали, но мы сразу же выбили Егу. Так вот так сделаем. И, наверное, что-то будем дэмэдж тушить. Не зря. Не зря он там ушел. А что, сдохли бы? Хорош. Пятером надо. Поперебавкаем. Так, ну дизарм, наверное, дефолтный. Алкоглифов нету больше. Хорош. Я помогу. Давай, Свен, живи. Нету тизера. Нету тизера, брат. Хорош. Тизера нету, брат. Так, ну это задушно. Хорош. Отлично. Так, у меня там четвертый левел. Все, четвертый левел, аккуратненько. Гоу. Хорошая драка сейчас была, прям нормально так. Так, Тебе ману надо, да? Так вот делаем. Хорошо. И ломаем. Дизарм хорошо было бы в эсурсе сделать, но можно еще и в принципе, ну пайп тут, пайп тут особо не нужен. Тут, посмотрите, тут нету magical дамаги. Тут в основном все физуха. Даже такое бы что-нибудь гениальное, прям какая-нибудь кираса, может, ну кирасу лего, наверное, сделает в этом случае. Б. Я думаю, не стоит лезть. Хорош. Погнали отсюда. Думаю, не стоит лезть. Пустой, думали. Можно хекс какой-нибудь сделать. Вообще, лучше Тараска, Типа, прикиньте в драке кому-то цепляться и типа с Тараской. С Тараской делать вещи. С Тараской прям вообще по кайфу будет. Хорошо. Чтобы попадать без спами, там нужно быть прям визионистом. Ой, по-моему, там гг. Леги. Ой, хорош, подсейвил. Ну я себе, что тоже подсейвлю. Хорошо. Лега вообще лютый у нас в команде, хорошо тащит. Так, ну хорошо, что там есть? Там таргетов нет особо, там всякие диспелы. Блин, даже не знаю. Даже не знаю, танчить, не танчить. Пик хороший у них тоже, но они что-то просаживаются люто. Очень сильно. Полотика у нас вроде есть, да? Полотику сделать для команды. Можно Владимир сделать для команды, в принципе. 2300. О, щит. А, это иллюзия. Я уже испугался. Все, надо сейвить кого-то. Да, я полетел. Тпшечка. Не знаю, можно хекс попробовать сделать. Хексом вообще смело выигрывать будем. Хексом. Давайте попробуем Тараску бахнуть. Виталити Бустера купим. Виталити Бустер купим. Тараску бахнуть. И тогда вообще пофиг будет. С Тараской вообще по кайфу будет. Но next катка, конечно, секретная. Будет очень интересно, ребятки. Это я просто отвечаю. Или это фановая катка. Ну, она то она и фановая, но то она и секретная. Ривер куплю сейчас. Постараемся с Ривером делать вещи, ребят. Делать вещи. Кираса, вот она на леге появляется. Жесть очень много. Очень много. Пацана. Леги очень много. Релокейт есть. Хорошо. Очень много у легиона. У легиона очень много. Так, ну урсы должны ловить, в принципе. Тараску хочу. Даззл. Че, Даззла можем еще зацепить. Свен не захотел что-то. О-о-о. Хорош. Нашли урсу. Просто нашли, как браконьеры. Раз, пока Ахевич леса колотит. Сейчас попробуем задевардиться. Вот здесь, в этом месте. Лего тащит, конечно, страшных. Шо делать, это легион. Он в лесочке поковырялся, ему хорошо. У Джаги там тоже ничего не таз. Хз. Хейла есть страша на леге. Все так сделаем. Ага, вард стоит таки. Вард стоит таки. Хорош. О, я тут тоже похоже, конечку. Сыграю. Отойди, отойди от него. Кстати, я улечу. Хорош. Спилим, пацана. Я сейчас фулового своего притянем. Нормально. Хорошо. И сюда, дорогой. Опа, я отцепился. Хорош. У меня есть гаста, если что. Ух, если он сейчас там в лего бы сейчас подзадержался немножко. Так, у меня есть гриф, сейчас захилимся. Есть. Вторую тэшку хочешь? Нифига себе. Ну, у нас, короче, сегодня на гайде все 20 минутки походу, да? Жест. Ну, это Тараска будет сейчас. Это Тараска. Это Тараска. Свен, что-то душит. Свен, как крипа убил этого Джагера, беднягу. Ужас. Нет, нет, нет. Подожди. Подожди. Сейчас бы этот взять бы. Было бы круто. О, Свен погиблый. Ахевич, ты куда? О, Магнус наигрался. ГГ. Дай притянусь. Магнус наигрался. стой, брат. Джи-джи. Ну, жестко получилось. А эти куру вот сюда в магаз? Ну, Тараска, сейчас с Тараской просто жесть, что будет. Если честно, вот эта катка очень такая, даже почище, по-моему, чем прошлый. Свена 16 ассистов, у меня 7 килов. Даже, в принципе, пожестче катка получилась. Но это жесть. Это же... Так, Тараска есть. Саппорт, артефакты имеются. Имеется саппорт, артефакты. Давайте еще, если что, будем докупать варды. Но вардов нету пока. Денежки нету. Денежки нету, денежки нету. Жесть, там ребята вообще не справляются. Ужасно. Ужасно получилось. Так, у меня есть Тараска, сейчас с Тараской вообще можно так люто захиливать. Так люто захиливать. Давай на Экстрина дазли. А я на Лего. Пуджа похилим. Смотрите, как хилится. Тик, 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 тик. Оп. Пудж хуловый. Хуловый, хуловый. Хуловый. Хотел сказать. Они, они хуловые. Пудж, как хилятся. Смотрите, как Пуджат сейвлен. Жесть. Как же он живет. Но, все равно слишком много уродов. Прыгай, брат. Я засейвлен. Отвечаю. Отвечаю за сейвлен. Жесть. Вот это хил, конечно. Это хил, конечно. Гоу. Посмотрим, есть варды. У меня сыр. Ну, сыр возьму. Сыр возьму. Хорошо. Дайте сырочек. Хорошо. Свен такой, а мне? Смотрит. А мне где? Говорит. Мне надо куру. О, слетаем. За вардами. Пуджат заберем. Как раз. Конька. Взяли. Ладно. Посиди, подумай над своим поведением. Так, есть Тараска. Хорошо. Вроде помогаем. Чуть-чуть ребятам. Ну, на самом деле, тут, как бы, от меня толку особо нету. Пацаны душат. Давайте так сделаем. Жесть, как Свен. Прикиньте, если я сейчас к Свену прицеплюсь, тогда могу АС. Хорош, вообще-то всех уничтожит. О, смотри, курочка. Макнаггинсы. Хорошо, сюда. Есть. Отлично. Ну, это катка, кстати, уже поинтереснее, такая, чем прошлое. Знаете, похилим вот это толстозадово. Хорошо, есть. Отлично. Ну, в принципе, мне кажется, ХГ тут фулл фри будет. Так, ну, я не могу, тизера нет пока что. Прицепиться не могу. О, килингспри. Жесть. Го туда. Под колодцы. Колодец, го. За души. Опа, РП. Ну, я регеню. Як бешеный. Як бешеный. Го дышить, пацаны. Опа, я под куб стал. Нормально у меня все. Ну, ГГ, ребят, не знаю, вторая катка 32 минуты. Уже получше, если честно. Но, в целом, эта катка, я считаю, что поинтереснее была. Лего, в принципе, тут жесть, как легион сыграл. Ну, на четверке, опять-таки, отыграли. Саппорт четверочный я сделал, ребятки. Четверка сап на Виспе я еще раз каточку сделал, в принципе, для понимания, как бегать на Виспе. И сейчас, наверное, пойдем в секретную катку. Если честно, такое, на Виспе какие-то катки не потные и в целом даже фулл слоты не дособираем. Ну, а что делать, если такие игры? Давайте сделаем сейчас next секретную катку и если что, я, конечно, не обещаю, но если секретная катка будет потная и интересная, то я тогда не буду уже четверочную катку дополнять, потому что в четверке, я думаю, вы все поняли, что тут нужно сделать. Четверка, это просто вот собрали вот эти саппорт артефакты, сыграли грифсы, прошлые катки через, этот играли, через Аркану, ой, через Аркану, через Транквилы, господи, чтобы я их вспоминал всю ночь. И все, по вардингам тоже варды, сколько вардов я взял, бонус хп, варды, варды 18, у нас 2, 16, пуш тоже, кстати, 7 и саппел, но вот четверка получается, у нас сейчас полная четверка получилась, чтобы и там вардик поставить и тут, и в целом все, хорошая каточка получилась, вот так вот как-то на виспе и можно в четверки душить, поехали, next-ву катку. Так, пацаны, в общем, загрузилась у нас катка, сейчас мы пойдем на самом жестком виспе, который у нас есть, это мид, 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 смело мид, ребятки, центральная линия висп, и я вам сейчас покажу виспа, который может делать вещи, если вы думаете, что висп это слабый герой, который, ну ничего не может, у которого нету армора, нету дамаги, на самом деле это не так, висп в центральной линии очень опасный персонаж, или с третьего левела вы можете прям жестко нагнетать оппонентов и жестко задушивать, берем виспа, в принципе, на фп и погнали, let's go, что у нас тут будет по билду, это вообще секретная катка, ну в принципе, ну вы догадывались, наверное, что секретная катка будет керри, керри катка, это такая у нас на виспе по кайфу тема, и в чем прикол, керри висп, я считаю, что намного лучше, даже чем саб, потому что керри висп, он более агрессивный, или максимально агрессивный, он жесткий, прям он реально жесткий, что у нас будет по билду, конечно, птшка, будет урна, будет там, мы будем играть через ботл, в любом случае, урна птшка ботл, далее молния, через молнию, конечно же, и далее посмотрим, бм в любом случае, я вижу тут пуджа, вижу много пассивного урона, и будет тут бм по-любому, так что погнали, я центр, я писал, еще раз пишу, кор танк нет, я кор, ребята, некоторые ребята сейчас будут удивляться, типа, какой кор висп, это же говно, акса, акса, вот видите, акса, акса, варгите поса, акса, акса, вон, саб буду, пятый слот будет саппортить, я думаю, так что, посмотрим сейчас, вот, самый жесткий контрпик в этой катке будет, это, конечно же, некор, сейчас посмотрим, как катка будет у нас образовываться, ну, мне кажется, прям будет интересно, и нужно поддушить, что главное на центральной линии, на центральной линии главное ласт хит, берем гантели, три гантели, хилочка, маночка, и погнали, и погнали, хилка, манка, и погнали, все, let's go, берем первый, как раскачиваемся, раскачиваемся так же, как и в сапе, на центральной линии важно душить виспами, поэтому мы будем душить, у нас нету армора, поэтому посмотрим, как у нас будет тут все развиваться, что нам нужно будет, по центральной линии делать, да, есть на нечто, а виспми, эй, такой сразу, уписанный пацан, какой вкусный лимонад, ребят, прям очень вкусный, друзья, некоторые ребята у меня спрашивают, как биндить куру, control нажимаешь и биндишь, control 3, вот я сейчас control 3, забиндил героя, двойка, это у меня рук силы, control 3, и я забиндил героя, вот, control 3 делаешь, смотри, control, вот это, вот эта кнопка, вот это control, и вот это троечка, видите, control 3 на курочке, это кура, двойка, control 2, это круг силы, и вот, вот так вот выделяешь, и все становится нормально, на свои места, пацаны, и все, и все, так что давайте, let's go, хп главное тут не сильно слеть сейчас, а кстати путь может подкукать, а кстати он так и стал, видимо, для вижена, да, оп, отходим, хорошо, штамповарду, гувард себе сразу, хорошо, шторма я в миду выиграю на виспе, в принципе, я думаю, потому что шторм это шторм, шторм будет в упор почти подходить, постоянно, чтобы под ласт хичить, и мы будем его дамажить, висп это силач, силач значит тараска, ну все, я сказал, окей, висп это силач, силач значит тараска, хорош, добили, своего крипа, оп, еще одного добили, хорош, пойдет, ну, 0,4, так сказать, это не шутки, печалька, так, вот этого подушить, с руки, своих крипов тоже главное бы добивать, оп, сюда, не добил первого крипа, но зато этого добил, хорош, так, все, можно начинать почуть, огнетать, пацана, сейчас будем подушивать, так, он, по-моему, знает, да, чем это пахнет, понимает, что, варико подойти нету, хорошо, будем через боттл играть, очень много, кстати, крипим, добиваем, бедный шторм, без левела остается, но нам нужно, как минимум, разочек убить его, пацана на шторме, так, ну промахи, промахи душат, боттл сразу, next, оп, пол хп, сюда, хорошо, оп, есть, ты че, дядя, у тебя хп уже кончились, ты в курсе? хе-хе, это жестко, вес центральный, это прям, максимальный геморрой, который может быть, который можно придумать, тем более, для шторма, шторма, так вообще в упор надо подходить, чтобы ласт хитить, оп, я его переласт хитил, конечно, по страшному, уже, так, так, мне бы курочку сейчас, на пятом левеле, веско, будем поднимать, я курю, рюзну, и узнал, хорошо, хорошо, я узнал, куда смотри, понял я, даже, реновер, не напишет, все, погнали, можно подлосхичивать, пока, хорошо, да я продамажу, не дает, не достаю, не дает, хорош, давай дамажить, оп, давай добить, сейчас, по идее, с Next, и спами, должен забирать, его, он сейчас будет стоять, хорош, ну и крайний вис, поинк, есть, хорошо, и стик давайте возьмем, хорошо, ну, как я и говорил, шторма задушить, задушили, хорошо, далее, есть там вообще, смотрите, каких хп, пуш с инвизом, походу, да, я отобьюсь, что, что, а, то, так сделаем, прочекаем, если он тут с инвизом, все, с инвизом, задушим, о, летс гоу, поехали, хорошо, 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 Хорошо Ну это трипл на вставочку что ли Это на вставочку Поехали далее Хорошо Отлично Обожаю этого виспа Он настолько агрессивный Насколько я не агрессивный Жесть Этот висп куда интереснее чем виспы саппорты Если хотите больше таких каток Пишите в комментариях По кайфу Такие катки по кайфу Так джага вышел в центральную С масочкой Гоу на руну По идее Успеваю руну забрать Ну начало очень хорошее Старт лютый Старт лютый Хорош Let's go Фармить Так вот так сделаем Хорошо Хорош Идем Вот такое Хорош Ой-ой-ой-ой-ой А джага меня тут уже поджидает Но слишком мало хп осталось Чтобы там что-то сделать Ну нормально Но джага забрал свое Он пришел так Вообще Вынесу этого ханазуса И выносит Вот так бывает в жизни Бывает ребят Почти Чуть не хватило мне чтобы задушить и пуджа Еще там пуджа вообще лох Побыло Ладно пойдет в целом Но плохо что умер И некуда было тизернуться Но если б я раньше увидел что он джага Я бы раньше сообразил Так что все норм Давайте вернемся Сейчас будем подфармливать То и на тизере Летаю и получается В принципе нормально делаем Нормально делаем Нормально будет Хорошо Хорош Там есть кто в кустах? Нет? Все Хорошо Прочекали Next BM Без BM тут никак Чем больше силы Тем больше ответственности И Хорош Забрали Забрали Пойдет Возвращаемся Ну центральное Это мое все Как вы видите тут По кайфу Ого щит Хорош Он ловс хитит Для Худж Хитрюга Ну такое Ой-ой-ой Ой-ой-ой Такое Забрал Тэшка у меня Рудги Это плохо Ребятки Так Птху на ловкость Можно было зарегениться Побольше По лосхиту Кстати Проиграно Проиграно По лосхиту Хорошо Жага Стой Риса Нормально Есть Такое дело Пацаны Страдает Особенно Шторм Страдает Давайте Делаем Знаете Хорошо Берем Идем На топ Берем Юзаем Хорошо Хотя чуть Подригеним Ся вниз Сейчас полетим Низ полетим Ай-яй-яй Смотри Как захилился Тут надо Так сделать Плохо Сейчас будет Жесть Там вообще Видели Хп не осталось Гг Вообще Хп не осталось У пацана Почти умер Забрали Забрали Ассист Я таки получил Хорошо Сейчас делаем БМ Ребят И с БМ Также По такой же Стратегии Работаем По такой же Стратегии Хорошо Берем Крипов Поднимаем В этот Керри Висп Секретной Катки Намного Интереснее Чем Саппорт Висп Я лично Считаю Так Ребят Кто Как Хочет Так И думайте Он Реально Интереснее На Топ Поднимаем Хорошо Раскручиваем Джагеру Ломаем Урона Очень Много Хорош Урона Очень Много Наносит Надо Еще Подпандрить Чтобы Ага Все Понял Хе-хе Джага Понял Что не так Тут Все Дело Это Хорошо Низу Жестко Что-то Сейчас Раскрутимся Так Тизеры Что там Есть Низу Весело Да Хорошо Сюда Стики Умру Все равно Эх Слишком Много Еще Сторм Прилетел Ну Такое В принципе Нормально Но Очень Много Народа Тут Было Давайте Ребятки Уплотнимся Купим Немного Еще Армора Хотя Можно Взять Сейчас Молнию С молнией Работать Давайте Молнию Купим Можно Через Доминатор Еще Играть Через Доминатор Вообще Тоже По Кайфу Будет Но Пуш Не хотел Хукать Кстати Если Он Хуканул То Забрал Меня Я Был Забрал Тоже Но Нормально Нормально Пойдет Хорошо Так У ЕСа Почти Есть Даггерок Есть Почти Даггерок Вот Висп Именно Вот В Коре Именно На Такие Моменты Отлично Рассчитан Прям Он Максимально Хорош Такие Моменты Сейчас Пойдем Через Молнию Вообще Лучше Сделать Конечно Худ Тут Я думал Худ Лишним Не будет Тут Очень Много Мэджик Но Если Честно Как Выглядит Да Типа Несостыковочки Худ Там БМ Такое Го Помогать Худ БМ Хорош Сюда Го Погнали Хорош О Джага Еще Пришел Стой Не надо Меня Убивать Он Меня Он Неслыш Держал Чисто Ну Ты Крыса Меня Он Неслыш Я Слышу Что Он ТП Хнулся На Карту Даже Не Смотрел Ну Душим Жесть Жесть Душим Как Хорошо Умирает У нас Ксин Не знаю Ксин Такое Шел Че Внаглуб Вакс Акса Зато Вначале Писал Найс Видите Спасибо Дазл Кстати Без Креста ГГ Джага В меня Умни Слыш Держал Ладно Го Мефрил Все Будем Аккуратнее Играть Ребят Не будем Так душить Идти Вперед О Актив Варды Видеть Нельзя Уже Три раза Дохли Это Очень Много Висп Этот Намного Активнее Чем Обычный И Из-за Этого Немного Проблематичнее Будет Хорошо Ваксаксакс Пришел Со мне На линию Фармит Хорош Опер Вот так Подстакаем Хорош Поближе Фармим Сюда Есть Все Нужно сейчас Максимально Аккуратно Играть В принципе Тот пик Когда я Соло Убиваю Закончился Я считаю Нужно сейчас Играть Более Аккуратненько Этого Джаггера Давай Хорош Я умер Тоже Да Началька Ладно Раскрутим Сейчас Хорош Дазл Подойдет Урну я кинул Вот он Подойди Дазл Я Улечу Жалко Пусть не умер Да Жалко Конечно Дазл Сейчас Немного О Хорош Я внес Импакта Ребят На самом деле Внес Дазл Чуть-чуть Мог помочь Кстати Подойти Я бы Пролетел И выжил С БМ Конечно Круто С БМ Вы вылетаете Жалко Что я опять Умер Но Дазл По моему Афк Просто стоял Мог помочь Кстати Но ничего Плохо Что ребята Одеваются Шторма И убивают Шторм Вообще Бедняга Там 1-7 Ой Хаслэм Прикиньте Куда дал Вот тут Дается Кнопка Печалька Сакрыт Купил Это очень плохо Печалька Ой Куда идешь Дорогой Фитконтора Кстати Фитконтора Погнали Тизеры Есть Тизеры Вот так сделаем Хорош Забрали Огурчик О Вард стоит У тебя тут Хорош Какой молодец Так Ну Боттл В принципе Стики Наверное Оставим Боттл Давайте Друг Хотя Блин Боттл На базе Офигенная Вещь Эти стики Продадим Погнали Хорошо В лес Давайте Так как мы Кор Давайте Пофармим Next Попробуем Сату Сделать Там Джаг Еще Джаг Как-то Надо Будет Перебивать Вот В этом Проблема Основная Остальные Но еще И некор Кстати Некор Проблема Тоже Ну Катка Интересная Будет Это Катка Будет Интересная Хорош Фармим Иллюзия Нормально Хорошо Сюда Давайте Подстакиваем Тут интересно Изи Кэмп У нас Выходили Ребята Здесь Кого Зафармить Нету Все Я Кэмпа Убил Тут Просто Раз Ты Убил Сторон 500 Мп Так Сделаем Ребята Низ Пошли Да Фармим Молнию О Вон они Смотрите Некор С радиком Понял Мы поможем Сильно Наглаять Не будем Хорошо Раз Поставляем Тбшимся Ой Для Рубги Что Делает Шарики Хорошо Шары По шарам По шарам Пуджу Так сказать Надавали Хорошо 200 Есть Есть Погнали Т2 Есть Ломаем Хорошая драка В принципе В нашу пользу Отлично Так Ну что Тащим Пока что Гиперстоун Берем Некст Катку Идем Души 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 Цгг А это Я понимаю Но тут Нельзя Задерживаться Потому что Ребяток Тут Очень Много Сейчас Будет Уже Как бы Время Такое Что Они Уже Рестались Хорошо Ксин Хоть Там Не Дуралей Не Фидит По Кайфу На Онлайне Кстати Отталкивает Хорошо Сейчас Молнию Дапаем Хорош Входим Да Есть Так Мне Нужно Уходить Отсюда Хорошо Я Убегаю Побежим Вообще Максимально Неадекватно Сюда Мне Главное До Крипа Добежать Сейчас Успеть Хорошо Сделали Небольшой Марафон Чик Для Ребяток Так Тп Хорошо Жесть Но Нормально Кстати Тут Неловко Нормально Идет Тошнилов Пойдет Подстакиваем Выфармливаем Но С ними Страшновато Драться Конечно Идеть Лишний Раз Тоже Не Хочется Хорошо Отлично Линку Возможно Нужно Будет Сделать Тут Так Я Фуловый Случайно Добл Клик Нажал Телп Переставить Так Я готов Но у меня Очень мало HP Прям Очень мало Крайне Мало ХП Крайне Мало ХП У меня Крайне Мало Сатаник Будем Делать Молния Есть Сатаник Сюда Есть Есть Жесть А че Герои Не бьет Хорошо Ультовать Будет Улечу Хорош Хорош Пойдет Ест Так Подставился Погнали 3 2 1 Давай 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 И Кто-то Проблочил Меня По-моему Сколько я понял Хорош Пойдет Хорошо Гоняем Что за Свалка Вардов Вардов Вардетская Свалка Вардов Это Называется Жесть Так Случайно Кнопку Нажали Не то Хорошо У Некст Скорее Будем Что-то Типа Сатаника Делать Ребят Чтобы Запрыгивать И душить Прям Можно Еще Кинеть Типа Саши Яши Сделать Например Почему Нет Артефакт Для поддержки Так сказать Вообще Лучше Сделать Линку Потому Что Там Две Кнопки Которые Линку Прям Хорошо Линка Зайдет Под эти Две Кнопки Кудж Там 1800 Хп Глимер Взял Монетка Хорошо Выфармливаем Лисочек И Будет Все Огонек Ребятки Потная На самом деле Катка Будет Тут Как бы Нужно Аккуратненько Очень Играть Так Как я Говорил Там Заводите Крипов Круг И Дроп И Дроп И Все Хорошо Крипов Круг И Дроп 2 500 Золотых Есть У Меня У меня Что-то Такое Саевого Эб О Рось Хорош Продраться Давай улетим Йес А я Не Улетел Жесть А че так Плохо Там Хорошо Сейчас Прилетим Молнией Забываю Постановишь Все В драке Короче Даблкликом Не успеваю Наклик Че ты там Отходишь Рош Пойдет Отлично Молодец Тоже Хорошо Делает Так У меня 3400 Уже Есть 3400 Можно Вообще Фул Дамаг Тут Собирать Можно Скади Сделать Скади Тоже Хороше Зайдет Вон А Топ Писачек Не будем Стоять Вон А Топ Можно Скади Сделать Скади Сатаник Знаете Под Декол Жестко Разносит Просто Третье Включаешь И Там Дамажишь Нужно Что-то В ХП Просто Чтобы Драться Просто И Все Типа Знаете Драка Начинается Нажимаете Кнопки Уничтожаете Тут Я Зря Надо Сюда О Так Я Могу Подраться Тут Смело Я Живу Хорошо Крест Вообще Плюс А ну Крест Лютый Крест Отлично Зашел Сейчас Правда Вообще Драка Это Ни к чему Не привела ЦМ Подставила Сега Что там Кликают Кирак Да Типа Я Ушел На 20 ХП Ушел На 20 ХП Одобряю Одобряю Сега На Базу Типа Так 4000 4000 Сатаник Сделаем Сатаник Это Армор Дополнительный ХП Сатаник Кираса Можно Будет Сделать Еще Кираса Но Сатаник Почти Есть Кур Сейчас Магаз И погнали Сюда Хорошу Забрали Это Плохо Сейчас На самом Деле То Что Вис Виспу Он Дал Крест Это Прям Максимально Зарешил Крест Летейший Был Мне Нужно Забрать На Сержмед Ривер С Магазина И Можно Умирать В принципе Я думаю Это Так Можно Обставить Аккуратненько Если Тут Катка Держится На Ксении На Мне То Нужно Аккуратно Это Так Обставить Что Забрать С Магаза Вот Это Есть Хорошо Отлично Хорошо Минус Аег Хорошо Некор дуралей Отдал Аегу Просто Можно Сказать Хорошо Так Ну Это Сата Боттл В принципе Можно Сейчас Продать Взять Сатаник А Т Заберем Хорошо Хорошо Все Сатаник Летит Есть Гэшку Забрать Было бы Круто Не Заберем Надо Отойти Нам нужны Кнопки И как Там Нужно С Ксином Надо Ксина Ждем Вместе Надо Вместе Надо Так Сатаник Есть Сатаник На четверку Пятерка Молния Сатаник Четверка Хорошо У меня Очень Много Уже ХП Единственное Мне нужно Будет Это Попытаться Все Раз Жать Так Сказать Кнопочки Нажимаешь И Душишь Проблематично Будет Хорошо 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 Главное Джаггера Подальше Держаться У меня Армора Хватает Стоят Тут Опа Опа Драка Начинается Да Плохо Сатаник Сатаник Пошел Сюда Хорош Сура Кривейшая Не попал Вообще Найсор Он балансный Говорит А Понимаю Нету Вижена Туда Жалко Дастов Нету Хорош Дайс Шторм Вообще Красавчик Нали Ташку Ташку Побьем Это Шарики Я понимаю Найсор Он говорит Балансный Так Побили Я Б Я Б На базу Так 2600 Но это Еще Дополнительно Арт ДД Будет Можно Даже Башер Надо На Б Тут Ходить Там Путш Венви Заходят И Неуязвим Становится Просто Жесть Терраса Давайте Попробуем Сделать Красно Наша Все Умирает Ес Криса Ксин Не знаю Ремнант А Ну Ремнант Все Нормально Ремнант Погег Попробуем Можно Мне Кажется Погег Побить Так Надо Отходить Стоя не будет. Давайте сделаем кирасу. Стараемся кирасу сейчас сделать. Зафармим тут крипов. Кирасу сделаем. И веншентов уйдем. Так. Нужно тут уходить. По-моему. Там идут сюда, ребята. Мы быстро тут сейчас. Дверь на 2 секунды. 4. Хорошо. Входим. Сюда в линкауте. Боттл скинем, наверное. Вообще круто было бы сделать, конечно, линку. На регены. Или с каде вообще. Я буду очень жирным. Сильно замедлять буду. Кирасу хочется. Кираса, чтобы максимум... Вообще давайте с каде лучше. Кираса... У нас армор, в принципе, есть за счет сатаника. Если мы сделаем сейчас с каде, у нас будет и мана. Дополнительно все вот эта тема будет у нас. Сможем пользоваться героем на фулл проценты. Попробуем все-таки. С каде. С каде все-таки. Прикольнее будет, мне кажется. Так, дед пошел там комиссию забирать. А до с каде копейки остается тут. С каде. 4 тысячи. 4 тысячи и копейки. Это копеечки мои остались. Хорошо. Скаде чуть. Хорошо. Магазик отправим. Сейчас за скаде поедем уже. У меня нету, блин, кнопок, чтобы драться сейчас. Честно, не очень хотелось бы тут драться. Назло задушили. ЦМку задушили. Пацаны там погиблые. ГГ. Ббб, брат. Пацаны подфидели. Скаде есть, на базе лежит. Хорошо. Это драка без меня. Скаде. Все есть, скаде. Хорошо. Я бей го. Рож, сейчас будет. Драка нужна. И дасты. Носите. Все, скаде есть. 4-3 тысячи хп пойдет. Джагера. Джагера сейчас кд. Все, у некра все есть там. Не, у некра все в кд тоже, да? Хорошо. Погнали. И урну заменим, скорее всего, керасой. Каузак сином. С его эмсом. Вот этот абуз. Делается так. Вы просто нажимаете назад, чтобы висп шел. И он замедляет эту скорость передвижения, которая у вас дается изначально. Не тысяча, а там становится в половину. 550. И ты можешь регулировать вот так контроль. Ага. Кто-то тут тоже был. Регулировать можешь. Так, мне нужен, пожалуйста, эффект скаде. Можно? У меня это приятнее эффект скаде. Погнали. Идов пятером. Идов пятером. Идов пятером. Приятнее эффект скаде. Драга на топе манта. Хорошо. Еще шарды остаются и керасу сделаем. Можно будет, наверное, даже вместо керасы МКБ какой-нибудь. Посмотрим сейчас по игре, как пойдет. Дамаги. Хватать будет или нет? Если не будет хватать дамаги, то лучше, конечно, в дамейдж. Сейчас дефить будет. Убьем. Дефить будет, убьем кого-нибудь. Хорошо. Есть дасты у нас тут? Дасты есть. Во, во, во. Хорошо. Дасты, дасты, дасты. Я замедляю. Жирно. Хорош. Погнали. Смело. Хорошо. Варды там стоят. Хорошо. У меня вообще нечего бояться. Захожу и душу просто. Хотя нет, некра побоиваться надо. Так, копать сильно я не хочу. Баланс на урон, говорит. Баланс на урон Джага, говорит. Да, Джагу я изрещитил там просто. Парни, будем душить? Я сейчас могу сдохнуть тут. Это плохо. Надо на базу слетать. На базу слетаем и погнали. Жесть, там столько урана с виспа. Погнали. Это я беру тебя? Ой, забрал, прикинь. А, так я тут. Сюда, дорогой. Сюда, отлично. Душим. Да, стоп ломается, правда. Есть, давай, души, палкой своей. Хорошо. В принципе, можно дамагу сделать. Столстопы нам хватает, ребят. Нас, в принципе, даже не бьют. Можно дамагу сделать. Остается демейдж. Все, погнали. Демейдж, давайте возьмем какой-нибудь сейчас. Просто возьмем демейдж и дальше пойдем. Хотя можно шард даже сейчас взять. Шард и после шарда уже, в принципе, выйти в рапиру. В рапиру. Давайте возьмем шард, наверное. Шардом будет прям по кайфу. Шард и после шарда уже. Рапируй можно будет закончить. Тут эту катку, в принципе, тут очень такая кайфовая керри-катка. Не знаю, с таких каток, я думаю, вы кайфуете, как и я. Плюс. Хорошо. Вот такой вот у нас билд получается. 39-ая минута. Висп. Мид. Керри. Но, ребята, если у вас нет опыта, не рекомендую. Не рекомендую так виспом играть. Потому что, в целом, этот висп, он крутой. Он крутой, этот висп. Го под ддшкой. Смело. Вообще. Сейчас, пацаны, кто первый вылазит, сразу убиваем. Сразу убиваем. Пуш. Хорош. Дышим. Отлично. Опа. Есть. Хорошо. Жесть. Там столько дамаги залетает. Я сату даже не жал. В принципе. Отлично. Погнали дальше. Так, у меня есть все кнопки. Не могу, блин, кануться. Хорош. Замедляю. Чего ты, Джага, хочешь? Давайте попробуем засейвить. Джага, что хотел, не понял я. Жесть. Это просто люто, ребята. Это просто жесть. Какая-то. У меня еще БМ остался. У меня еще БМ остался. Играешь в таком билде. И... Чаще всего выигрываешь, чем проигрываешь. Даже выигрываешь чаще, чем играешь, когда на саппорте. Это годно. Это годно. Очень годно. На самом деле. Очень сильный билд получается. Шард, БМ. И погнали. И погнали. Тащим катки. Можно будет рапира сейчас закончить. На базу сходим. На базу. Рапира можно будет закончить. Сейчас подфармим рапиру. Попробуем. Там ребята... Уже сдались, в принципе. Но еще рапира остается нафармить. Вы че? Как без рапиры-то? В любом случае. Ксина наказали там. Хорошо. Кто-то вышел. А, Шторм вышел. Шторм, который в Миду ничего не смог сделать. Печально. Хорош. Так, 4000 у меня, да? Сейчас Рошана можно будет забрать, кстати. Гоу. Гоу. Рошана заберем. Рошана заколотим. У них еще третья сторона остается. Но как раз с рапирой. Ги. Жесть. Вот это лютый шарик, да? Согласитесь? Типа лютый шар называется. Лютый виск. Скадисата. Причем своевременно. Ну, знаете, за счет чего? Виск, он сам по себе метовый герой. Восемьдесят пятый за счет того, что он просто дерется. Соответственно. Соответственно, эта тема. Эта тема работает. Бери. И главное, дай. Золото сроши. И все. Хорошо. Дай тебе рапиру добить, пацаны. Хорош. Нет, я понял. О, джи-джи. Не могу регениться. Да, меня просто кинули там, да? А у виспа... Ой, у виспа. У этого есть этот... Аганим. Я отсидел просто так. Джи-джи. Вот это печалька. Это максимальная печалька. Я прыгаю. Я с 100 стана даже, кстати, не вышел. Просто не вышел со стана. Так, ну тут все умрут. Не умрите. Я без ББ. Крибы в мид заходят. Ну, такой себе. 100 секунд. 100 сек у меня. Рипер. Печально. Так, 4800. Слушайте, тогда, наверное, рапиру не будем делать. Купим демонейдж на всякий случай. Еще и БМа я могу продать. Вообще, башер офигенно заходит. Башер офигенно заходит. Я увидел там полоу хп. Вы тоже видели полоу хп. И типа я прыгаю и встану, улетаю все. Там, по-моему, обисал еще был. Джага. А Джага подстанил. Джага подстанил. Потом рипер под конец зашел. Я сатаник нажал уже, не могу хилиться. Вот надо в самой суете. Вместе надо. Жбите. Я рез его. Я возьму этот МКБ и сделаю лучше. Рапиру рискованно. Мы еще не выиграли. Третью сторону сломаем. Вместе третью сторону. Пойдем. Зайдем третью сторону. И задушим. Максим, тоже что-то там делать. Типа рапира. У меня еще БМ можно поменять. По сути, БМ это кераса. И ласт артефакт. Это какой-то дамагерский артефакт. Потому что все остальное у меня есть. Хорошо. Кретинизм. Хорошо. Юла. Да, вот там, кстати, сейчас будет очень печально. Ждите. Ждите, ждите, ждите. Нужно бы еще дофармить соточку, да? Я бы тэху на инку удержал в драке. Но, в принципе, там бы это не сильно решили. О, найс, врыв PS. Мне надо дофармить. Эй, вы че? Дазу. Таверну, да? Главное, чтобы Ксин не умер. Так, это бафаем. Ехали. Хорошо. Схилку разобью. Хорошо. Но с Нэкс с Сатаником я восстановлю хп и подерусь дальше. Ля, Ксин сдох тоже. Ксин сдох. Сколько-то байбайков там было, интересно. Байбайки были. Байбайки были. 5 секунд с Сатаником восстановимся. Чтобы на базу не идти. Хорошо. Мне иногда, кстати, может еще Сатаник подзаруинить. Не Сатаник, а Молния подзаруинить Сатаник. Ждем, ребят, и гоу, закончить. Штокатка подрастягивается. Так, иллюзия. Есть. Вардов там нету или есть вард? Ага, есть вражеский вард. Давайте вот так сделаем. Сюда. И сюда. Хорошо. Возможно, БКБ можно будет еще сделать тут. Если сильно сейчас затянется, что невозможно будет раздамаживать, я лучше сделаю БКБ себе вместо БМ. Потому что БМ уже так не сильно актуален. Ну, Худжуй сейчас не дал захилиться и забрали еще быстрее. Так бы угар. Хорошо. Так, виспы тут забрали, да? Крип. Крипов иллюзий. Тараска, не как? Байбэк, возможно, сейчас наколотим. Пятером. С Ксином вообще... Ну, Ксин как таково, он не дерется. Он фистует постоянно. Он не активный файтер. Он старается больше подрастягивать файт. А я активный файтер. У меня в этом тема. Имеется. Хорошо. Не-не-не-не-не. Ждите. Ждите вы че. Рано еще. Мне нельзя, кстати, на рипер улетать. На рипер нельзя улетать. Опасно здесь стоять сейчас. Так, го. Отпушивать. Надо закончить грамотно еще. А да, опасность есть. Плэс-некро всегда есть опасность. Прогуляться в кадре. Прогуляться в кадре всегда есть. О, там Рудге кушает крипов. Хорошо. Пробала 20 секунд. Ждем. Сейчас могут пацаны напасть. О, там крест фул хп. Хорошо. Ой-ой-ой. Я, наверное, так сделаю. Хорошо. О, бэкдор система пошла. Хорош. Сюда. Бэй-бэк, Огар, Пудж. Да, душем быстро сейчас. О, так там много бэй-бэка. Так, блин, конемца сейчас. О, хорош. Забрал. Ну, там, походу, Ксин сейчас сделает вещи, да? Берем трэвел. Оп, сюда. Стой. Праконьер. Джи-джи. Хорошая катка, ребят. Джи-джи. Хорошая катка получилась у нас на виспе. Молодцы. Все, команда хорошо сыграла. В общем, надеюсь, вы поняли, что в этом гайде у нас, так сказать, актуально. Как у нас герой этот работает в целом. Какие билды можно ему собирать, что ему можно не собирать. Не забывайте о том, что керри висп это реально вещь. Я не знаю. То есть, этот висп, это даже, ну, висп сам по себе силач. Даже если подумать с другой стороны, он силач и можно собирать его немного по-иному, нежели чем всегда в саппорта. Серьезно. Если вы собираете его в саппорта, то получается немного уныло. Но если собирать именно вот так, как я сейчас собрал, это очень годно. При этом, этот висп может выигрывать мид даже у Лины спокойно. У Шторма он точно спокойно выигрывает, потому что за счет виспов реально много раздамаги идет. В принципе, все, ребятки. Вот такой гайд у нас получился на виспа. Надеюсь, он вам понравится. Надеюсь, он вам понравился. Обязательно дополняйте гайд в описании. Ребятки, не забывайте про спонсорку. Еще так же, чтобы смотреть контент намного раньше и знать намного больше. Ну и, в принципе, все, ребята. С вами был Ксеназос. До скорого.